Народное славянское радио Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас 17 мая 2016 года, вторник по одному из современных календарей, по одному из старинных, 36-й день месяца пассива на речение, 7524-й лето, тоже вторник. Древние артефакты планеты – такова тема сегодняшнего нашего эфира. Надеюсь, эфир будет очень познавательный и очень интересный. А главный соведущий, тоже очень интересный человек, писатель и неутомимый исследователь древности и своего направления в древности, Дегтярев Владимир Николаевич. Здравия, Владимир Николаевич! Здравия! Здравия вам и здравия всем нашим слушателям, а также всем нашим людям в Сирии и всем нашим морякам в море. Это очень серьезная вещь по нынешнему времени. Хорошо, но, естественно, космонавтов, которые сверху смотрят это все дело. Ну, само собой. Понятно. Ну что ж, мы с тобой уже не первый раз в эфире встречаемся. Наши радиослушатели с тобой знакомы. Думаю, представляться и расшаркиваться, как это с новыми людьми происходит, мы не будем. А сразу будем переходить к нашей теме эфира – древние артефакты планеты. Итак, давайте разберемся с понятиями. Прежде всего, вот печку определим. Печка вот тут, и она называется вот так, и плясать мы будем от нее. Итак, древние артефакты планеты. Планета, ну, понятно, что такое. Сразу уточню, что все-таки в нашей древности называлось это Землей, но современное слово «планета», которое с греческого означает «блуждающая звезда». Минутку. Вот вообще наша планета в древности называлась Ки – глина. Ну, отлично, да. У шумеров это написано. Анунаки – это те, которые спустились на Землю сверху. Небес. Небес. Спустившиеся с неба, да, на Землю. Потому и Анунаки. Так, ну, хорошо. Да вон он, Анунаки вон, единственное слово. Ну, ладно. Ну, хорошо, хорошо. А ну, пусть будет он. Пусть будет он. Я не против. Ну, так вот, с этим с планетой разобрались. Значит, где-то Ки, где-то Мидгард называли. Времен было много, разные времена. Кто-то считает от шумеров, кто-то считает от других богов. Не будем сейчас на этом застряться. Просто определить, что планета – это вот древнее название Земля имело в виду. А теперь давай разберемся словами «древние артефакты». Вот слово «артефакты» давай разберем, что ты имеешь в виду. И «древние». Насколько «древние»? Ну, понятие «артефакты» – это же вылазит латиница. Арт – это искусство, факт – это, ну, так сказать, присутствующие. Тут вот стоит, видно, слышно, да, что такое. А «древние» – это значит, вот, ну, что-то там нашли. Но дело в том, что я, так сказать, специально для тебя всегда готовлю такие, скажем так, немножко сдвинутые, мягко говоря, факты, фактологию. И тема у нас сегодня – древние артефакты планеты, которые надо нам знать, потому что я лично вот так вот думаю, вот после всех, вот как ты сказал, исследований, да, что надо нам знать, где они находятся, поскольку лет через 60 нам предстоит пережить, ну, нам это, в смысле, людям человечеству, людям нашего вида, достаточно серьезную планетарную катастрофу. Время подошло. Каждые 12 600 лет Земля, так сказать, делает кувырочек или держок. Вот, полюса сдвигаются, на новые места переходят. Ну, в общем, там, это все уже не первый раз, поэтому обо всем этом древние знали, писали. Но никто не хочет, вообще-то, честно говоря, из современных ученых, так сказать, обращать на это внимание. Вот поэтому я что хочу сделать? Я сейчас коротко очень нарисую общую картину того, чтобы предстоит, что это за будет катастрофа и как там она, так сказать, это, да, предполагается видением. Катастрофа не артефакт. А дальше я буду рассказывать, дело в том, что людей останется мало, как обычно. Их пять, мы вот, уже нашей цивилизации считаем пятой считается. И вот было уже четыре таких огромных катастрофы, планетарных катастроф. А катастроф поменьше, вот они происходят через каждые пять тысяч лет примерно. Ну, это у мая в Попольвух можно прочитать. Они по-другому немножко делят вот эти периоды. Так вот, значит, я хочу рассказать о тех артефактах, которые людям понадобятся, когда люди вылезут из своих укрытий. Я расскажу, где укрытия, какие. Вот, и скажут, братцы, мы не выживем, если мы там, у нас тут сто человек, а нам надо, чтобы было десять миллионов. При десяти миллионах человек размножение вот в такой людской общности, оно уже начинается на чистом генетическом уровне. И если меньше, то все, начинается не, так сказать, не выживание, а, мягко говоря, умирание. Ну, люди превращаются в нелюдей. Ну, это вам понятно, мы же все, наверное, генетику знаем примерно. Вот таким образом. Ну, услышали, во всяком случае. Итак, насколько древние вот эти артефакты? Вот какой вопрос был. Не просто древние, а, например, там, десять тысяч лет, сто тысяч, миллион, сто миллионов, миллиард. Махабхарат. Ага. Ну, вот понимаешь, Алексей, в чем дело. Скажем, когда мне, я там всегда ищу доказательства, вот нашел доказательства, что открыли города, которым по двести и по триста тысяч лет. Пока их наука не принимает. Не, англичане не принимают, другие принимают. Вот, что это были, да, действительно, в Африке города такие. Это где-то в районе Зимбабве. Ну, потом из Махабхараты ясно четко видно, там, например, сколько там периодов. Вообще от рождения даже Вселенной произошло сколько времени. Но я говорю, конкретно я могу доказать на 60 тысяч лет, на пять вот этих вот цивилизаций, пятая уже кончается. То есть наша. Вот это можно доказать. Поэтому точно можно сказать, что вот эти артефакты, но там есть один, я буду говорить, который связан с Марсом, о котором мы говорили. В том смысле, что когда-то, собственно говоря, по одной из гипотез, не из гипотез, а по одной из космогоний, кстати, шумерской космогонии, бог-дракон, это Энлиль по шумерской этой космогонии, он выжег Марс, выжег его вообще туда, грубо говоря, на глубину чуть ли не 10 километров, с солнечным протуберанцем. Вот, но это было очень давно, это, может быть, и миллиард лет было назад. В общем, что я хочу сказать, доказательно, вот, 60 тысяч лет, пять цивилизаций, это можно говорить и доказывать, что вот это было вот так. Хорошо. Теперь еще такой вопрос, постоянно в чате тут такая полемика. Вот сегодня, как только мы поздоровались, сразу вопрос, а к чему, ну, готовы к эфиру? Да, а к чему готовы? Ну, и один написал, к восхолению золотого тельца, бога, быка, дракона. А, поятно. Скажи, пожалуйста, почему все время ты ссылаешься на бога дракона, на бога быка, и почему все время отсылаешь к шумерам? Неужели до шумеров или параллельно шумерами не было каких-то других человекообразных существ, высокоразвитых, которые не только бога быка и не только бога дракона почитали, но, например, каких-то других еще богов тоже древних? Дело вот в чем. Всегда надо только выбирать, но самых главных, да? Ведь вот по шумерской космогонии этих богов было, Энки, Энлиль, Нинурта, о, Господи, я даже список у меня сейчас в голове не держится, их было где-то примерно 300-400 богов. Там первичные боги, вот эти вот бык-драконы Нки и Энлиль, и главный бог из них, Ану, о котором мало говорят. А все дальше пошли, вот Нинурта, это тот, который после ухода богов, после ухода дракона с земли, он начал зачищать территорию. Он уничтожал все, артефакты уничтожал, уничтожал там животных, в общем, там много чего. Правда, не успел уничтожить, потому что, так сказать, наш бог позаботился, чтобы и он тоже с земли удрал. Это есть, это много раз. А вообще древние, более древние, да, вот мы существуем в этом виде 400 тысяч лет. А потом было существование, так сказать, как уже вот вроде говорят, что было, ну, уже почти доказано. Раса рептилоидов, которую бог-дракон для себя создал. Потом до рептилоидов опять были люди. Но в каком виде, я тут сказать не могу. Это самое. Вообще существование земли, вот мне же приходится много общаться там с зарубежными искателем, там с японцами, кстати, с немцами. Вот немцы почему-то в последнее время резко активизировались. Ну, такие вот поисковики. Мы говорим о том, что вообще миллиард лет. Мы можем гарантировать, что планета наша, вот миллиард лет тому назад была создана из планеты Тиамат, из водной планеты. Водный монстр висел между Марсом и Юпитером, Земли не было. Вот ее называли водный монстр, Тиамат. Когда ее Луна ударила, вот Луна, кстати, это тоже он. Раб-постоянство, раб Вселенной, в принципе, переговор. Вот ударил по планете Тиамат, треть осталась от этой планеты, отвалилась и получилась у нее Луна. Остальное разлетелось на астероиды. Но самое главное, что ударило все так, было рассчитано, что Земля сохранила воду. Вода – это, что называется, кровь Вселенной. То есть серьезная субстанция. И вот я буду дальше говорить, что такое вода и какова его значимость. И что мы нарушили своими, так сказать, деяниями в этот цивилизат. Я понял. Давай перед тем, как ты начал говорить, все-таки мы вот эту вот водную часть со мной пройдем, немножечко я тебя помучаю вопросами, и потом уже тебя отпущу на вольные, так сказать, луга хлеба, ты будешь уже вот шпарить по заготовленному. Давай разберемся все-таки с шумерами. Уже не первый раз шумеров обращаешься с самого начала. Шумеры, кто они? Откуда они? И куда они делись? Вот давай вот эти вопросы обсудим. Значит, запускает так, например, что был латинский язык, что он сейчас существует, на латинском языке это высшее. Но не было латинского языка. Был наш русский письменный, слоговый язык, из которого и потом просто его немножечко поднаправили, там окончание придумали, и все, и получился латинец. Русский я могу переводить с латинского, между прочим. Что были греки, да это были жрецы. Жрец, грец, грец точнее, жрец. Это была греческая форма правления. Жреческая, как у нас была коммунистическая форма правления. Когда Горбачев сказал, что у генерального секретаря коммунистической партии СССР власти было больше, чем у фараона. У меня просто рога на голове были. Что называется, выросли от такого заявления. Хотя он был прав. В этом смысле он был прав. Да, я думал, что рога другого растут. Да, ну давай к шумерам вернемся. Да, шумеры. Мы неправильно говорим, потому что исследовали шумерскую цивилизацию. Исследовал в основном первый, кстати, главный исследователь, это вот Крэмер. Крэмер. Он из еврейской семьи. Он из Одессы убежал еще до войны. И, так сказать, в Америке, это там в Вашингтоне институт около Колумбии. Колумбийский университет. Вот. И он начал сразу все везде в букву Ш. Начал вгонять это еврейское пришепетывание. Не идешь, а как у них там второй-то язык. Вот. Сумер. Сумер Ру. Правильно произносить. И когда мы пойдем по, что называется, по карте, по топонимам, по фактажу, то мы окажемся сразу, во-первых, значит, говорит, а как? Вдруг внезапно возникла в Междуречье цивилизация шумер. Внезапно она возникла. Она переехала с места, которое сейчас называется Махенжадара. И богиня Иннана, вот, кстати, она сестра вот Иенкия, длилия, только как, молочная сестра. Она не то, что управляла, она, так сказать, была, ну, как бы, смотрящей вот за этой цивилизацией, ей что-то там не понравилось, и она с неба лупанула там этим расширяющимся позитронным лучом, радиус, ватрушка в 100 километров в диаметре образовалась, и все. И, так сказать, с умеру переехали вот как раз на нынешнее место. До этого они были, до того, как Махенжадара, это Пакистан, до этого они были в Индии. Я сейчас точно, ну, просто у меня под рукой нет, я, в общем, не думал, что ты на меня так нападешь. А ты хотел, ты пришел, что, ты думаешь, так все улыбаться будут? Нету, давай. Я молчу, молчу, молчу. Нет, ты вот точнее, значит, в плюшку приглотили их землю, на которой они где-то там существовали, и они перебрались сюда, правильно я тебя понимаю? Да. То есть, а вот эта земля, где она находилась? Это в нашей Солнечной системе или где-то за ее пределами? Почему земля? Чья земля? Их земля, ну, Сумеру, Сумеру. Сумеру, нет, в нашей, я говорю, что 5000 лет назад цивилизация Шумера, как говорят, она возникла между речью Тегир и Ефрат. Река не Тигр, Тегир, с произведенной ракетой. Это у нас вообще карты, вот наши, русские карты, они там так правлены, что не приведи Господь. Тегир и Ефрат, вот в этом между речи, это самое, они просто туда переехали. Это всегда, это не государство. Это говорят, были города, государства, это нет. Это были семь университетов, семь лабораторий, семь центров какой-то веры, там естественно, что-то, но это были в основном учебно-исследовательские университеты. Научно-исследовательские образовательные структуры, понятно. А откуда они взялись на земле, на нашей земле, откуда они взялись? А вот на нашей земле по, так сказать, уже по тому, я могу говорить достаточно откровенно, я уже думаю, что это вот где-то примерно как раз миллиард лет тому назад, когда началось кастовое деление, не было деления там Иванов, Петров, Сидоров, а было деление Кузнец, Швец, Дудец, там на Дуде и Грец, да, все, что называется, люди делились на касты, сразу, первоначально. Это потом пошло на кланы, потом пошло на народности, там на суперэтносы, на этносы, а так, но до сих пор люди делятся по профессиональному признаку. Вот, майя, инки, альмеки, майя, инки, альмеки, это название, в общем, не народов, это название профессий, которую они владели. Ладно, хорошо, сейчас, я тебя понял, благодарю, что уточнил. Все-таки, они прилетели сюда, или здесь они были созданы, или здесь они по Дарвину произошли? Сумеры, шумеры? Нет, ну, шумеры, это, судя по всему, они были созданы вот этой, последней, последней, то, что 400 тысяч лет назад, когда создали человека именно вот этого типа, по образу и подобию, как говорит Библия. А, то есть, вот как раз то, что вавилонский, сумерский, то, что в Библию вошло, вот это как раз там и описано, как создавалось это все. Не то, что наоборот, то, что Библия сумела украсть кусочки. Ну, я говорю, то, что вошло в Библию, они же набрали отсюда, отсюда, отсюда. Как говорят, в Греции все есть, а в Библии тем более. Вот, из этой же серии. В Библии нет одной десятой того, что и... Ну, там обобщенно все, там все упрощено. Не будем, а то 282 статья. Нет, ну, мы же ни на кого не нападаем. Мы просто это, ну, как же сказать, Библия переводится как книга, книга книг, да? Это где все собрано. Какая книга? Господи, Господи. Ну, подожди, подожди, ну, слушай, вот, где все собрано, все замечательно, все отлично. Вот люди понабрали все, ну, какая 282 статья? Греки же, они говорят, что в Греции все есть, но набрали они отсюда. Ну, нам же 282 не пришьют за это. То же самое и Библия. Ну, собрали отсюда, взяли отсюда, взяли своего чуть-чуть там добавили. Украли. Вот за украли тебе могут 282. Я говорю так, чтобы тебе не дали. Я докажу. Ладно, хорошо. В общем, получается, вот все, что в упрощенном варианте в Библии есть, это в более серьезном варианте было представлено у шумеров. И получается, что их когда-то, вот Бог Анунак со своими друзьями, как у них все это написывается, создали из глины или там еще как-то в лабораториях проводили эксперименты, появлялись там разные люди, то с двумя головами, то без половых органов, то там моча не держалась, то еще что-то. Крещен в итоге, пока белая богиня не дала свое что-то там, да, у них не получился. Вот тот как раз человек, который, и сейчас мы с тобой, к этой расе, как ты правильно говоришь, мы относимся. Вот правильно я тебя понимаю? Да, там дело вот в чем, значит, там ситуация какая, сначала создали вообще только рабов к шахтой, вот, Лука, Лука, это не имя, это раб шахты. Ну, те, которые должны работать, да. там интересно другое, Алексей. Дело в том, что уже тот, который считается евангелистом, Лука, это была уже кличка, вот как у нас говорят, бабник, мягко говоря, раб шахты. Ну, а что такое шахта, вы поняли? Шахта, когда мы говорим про женщин в этом смысле, да? Да, да, Понятно, извращенец-то, я понял тебя, ладно, давай так. Ну, ну, бабник, зачем извращение? Ну, ясно, хорошо, продолжай. Вот, то есть, но потом они поняли, что, ну, безобслуживающие надо наблюдать, да, надо очень много, для того, чтобы производились работы, надо фактически, вот, скажем, когда шла война, вот, Вторая мировая война, например, фронт, что такое фронт? Так вот, на фронте 10% только, ну, так сказать, бойцов на передней линии было. Все остальные занимались снабжением, там, подготовили, в общем, всем, чтобы передняя линия воевала. 90% занимались вот именно этим, там снабжение, там лечение, там, значит, производство, ну, то есть, там много чего, ремонт техники, ремонт, боже мой, для того, чтобы всего 10% воевало, а 90% должны были их обеспечить. Вот точно так же. Создали рабов, и видишь, что их надо кормить, надо одевать, надо им инструменты, и все, все такое прочее. Вот, меня все время постоянно спрашивают, что, неужели они не могли рабам дать, ну, там, скажем, эти, какие-то вот аппараты, которыми великаны прожигали туннели. Там у них были специальные такие штучки, есть рисунки, где они, в Южной Америке там очень много, стоят статуи из этих выжигателей великанов. Я говорю, а представляете себе, давайте сейчас, мягко говоря, в зону занесем инструменты. Что тогда будет? Это ж люди были, ну, когда созданы рабов, они вот так или иначе себя воспринимали, кто они есть. Поэтому вокруг них сразу создали, скажем, одна из занятий русских, Сурнетару, было, ну, будущих русских, так сказать, скажем, у них первоначальное название Сур. Это Сурнетару, это надсмотрщики. Египтяне называли шумеров, в принципе, страна надсмотрщики. Потому что, да, действительно, они этим и занимались, так сказать, и присматривали. А надо было кормить, то есть надо было выращивать скот, выращивать там овощи, там хлеба, ячмень, они там выращивают, много чего. А ведь это не просто так, вот Бог дракон, в принципе, вот эти все пшеницы, ячмень, рожь и просор, это созданы искусственно и навечно. Какие, не надо говорить, они вывели корову там, на протяжении тысяч лет они лошадь там, так сказать, выводили, на протяжении тысяч лет они там корову, никто их не выводил. Они были созданы, и гуси, утки, куры, четко были созданы под, вот, под человека. Под человека. Это, это длинная история об этом. Ну, хорошо, в общем, получается, была создана не только человеческая состоящая из разных направлений деятельности, но и сразу и скот, и вот плодовые деревья, и много-много чего другого. Сразу вот получите, распишитесь, пользуйтесь, и нам с этого дела не забывайте отстегивать, потому что мы хозяева, а вы наши рабы. Давай вот дальше пойдем. Значит, вот эти вот шумеры, это надсмотрщики, которые так вот существовали, особо не трудились, насколько я понимаю, раз надсмотрщиками. И что дальше произошло? Когда вот начались вот эти все переделы, и кто, откуда же вот эти вот, мы-то появились, что от шумеров, от осмотрщиков мы вышли, от тех, которые рабы над рабами, хозяева над рабами? Ну, так нет, это было, во-первых, то, что во всяком случае я пока остановился на том, когда вот эти шахты, золото и так далее, да, все говорят в Африке, нет, это была Индия. Потом, когда захлестнуло Индию, я там не знаю, там какой-то был свирепый катаклизм, и это где-то вот примерно 100 тысяч лет назад, это отмечено в Махабхарате, например, да, самое большое, это 200 тысяч строк, вот, я так, ну, немножко раскопал. Что-то там было очень нехорошее такое, свирепое, и разделились, раскатились, вот, раскатились, как сказать, ушли в Африку, часть, вот, почему деление, в общем, богов-то, Инки отвечал за юг, ну, вот, если мы представимся сейчас, землю, да, за нижнюю часть, вот, ближний восток, отвечал бог Инки, это перевод, собиратель земли, а Инлиль, собиратель чистых и нечистых, он отвечал, дракон, он отвечал за вот эту верхнюю часть земли, это по-нашему сейчас, как мы живем, граница шла по 45-й, по 45-й широте, это вот граница, то есть это северное побережье Средиземного моря, Черного моря, Каспийского моря, Балхаша, и уходит по, вот это знамение Брахмапутра, у индийцев, в Индии, она течет, как раз по широтным, не в меридиональном направлении, а в широтном направлении, это все отмечено, на топонимах, на гидронимах, вот это была граница, вот они когда поделили, даже после потопа, ну до потопа, она же земля была так, что вообще Америки лежали, вот если бы сейчас мы смотрели, то Америки сверху, мы снизу, то есть Евразия снизу, Америки сверху, что вот так выглядела земля, это кстати написано, когда взяли в этого, кого там, или, не помню, кого взяли там боги, хочешь землю посмотреть, ну давай, его посадили, а он летательный аппарат был автоматический, с ним разговаривался, он там сидел какой-то автомат, он ему показал землю, он сверху землю увидел, это опокрив библии какой-то, ну или там Евангелие, не помню все, ну кстати у Шумеров тоже есть такое предание, да, 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 так вот, короче, вот там же все время постоянно нельзя, если двое, значит начинается все борьба, борьба, там не то, что вот говорят, ладно, понятно, что я один из тех, кто говорит, что им надо было золото, им нужно было золото, не для того, что там папуасы себя, что называется, украшать, либо там, так сказать, собирать деньги, набивать сундуки, и говорить, я там, большой и богатый, нет, золото, это как, у них элемент, ну как, это энергия, это аккумулило, там в золоте аккумулирована такая энергия, что я говорю, что вот, грубо говоря, монетку вот эту вот нашу, в две копейки она, червонец Николая II, золотой червонец, он всего весит там 7,8 грамма золота, просто чистого, вот у них в эту, он вставляет свою барсетку, бросает, помните изображение этих богов, у них всегда в руке такая, как барсеточка, сумочка, все, ему хватает на год, а там, там энергия такая, он связывает с космосом, у него там три вида рогов, три пары рогов, вот одна пара, она убийство, ну защита, убийство, вторая пара, связь между собой, в пределах, скажем, Земли, третья пара рогов, это связь с космосом, через Луну, вот, так это все запитывалось, вот всего на все, вот это и было, вот это и было, понимаете, и поэтому сначала в Индии, в Индии сейчас добыть золото, делать нечего, там есть такое заскар, княжество, последнее, которое вошло в состав Индии, где-то в 70-м году, ну в прошлом веке, у них, так вот они на высоте находятся 3000 метров, 3 километра, там был один-единственный из белых людей, я не знаю, кто потом ездил или нет, но вот он написал книгу, это англичанин, как обычно, вот он, он рассказывал, что там идешь, вот речки, ну 3 километра, течется откуда сверху речка, он присел там умыться, там золото блестит, он говорит, а что золото не добывать, а нельзя, там, вот так, то есть, а потом перенеслись вот эти, уже 100 тысяч лет назад, шахты в Южной Африке, Южная Африка, южноафриканские шахты, там, я вот недавно раскопал информацию, 200 тысяч лет городу, который занимался, они круглые, круговые, когда круговой город, ну вот как Аркаим, круглый, вот эта система образования, того, что это город, ну это власть, потому что надо было защищать, скажем, алтарь, а лучшего, чем круг, защита нет, вот тут по интернету бродится, звезда, это крепость звезда, крепость звезда, это звезда, это крепость звезда, это, ну так сказать, явно, как сказать, система фартов выстраивалась, выдвинули, поставили крепость сначала из земли, просто такую звездную, чтобы, когда луки еще были, а не стрелковое оружие, луки там, копии, когда звезда в любую сторону, ну понятно, там рассказывать сейчас военные тайны, то есть, как война, можно было бросить в любую сторону, отстреливаться, сидеть, ну там долго, вот, в общем, вот так вот все двигалось, ну начало было в Индии, по крайней мере пока, мы приближаемся к музыкальной паузе, и так, ты все-таки ответь мне, русские люди, славяне, русы, русичи, различные славянские племена, все-таки, произошли от шумеров, или это какое-то свое направление? Нет, свое направление, это, вот, суры я смотрел четко по всем, по трем источникам, персид, фарси, арабский, ну фарси, арабский, там суть важна, по нашим сказкам, сказаниям, преданиям и так далее, и по преданиям, ну других народов, все боялись, ну них не боялись, а уважали. Ладно, хорошо, прерывайся на сцену. так вот, были русские, потом поговорим о славянхе, ну русские точно, я скажу, это были военные, и были инженеры, а славяне были инженеры, и вот, как сказать, специалисты, короче, по жизни, что-то такое, я там... Мастеровые, да? Мастеровые, да, они не были воевать, их только надо, чтобы они начали воевать, это боже ты мой, это надо было им... Прижать хорошенько, да? Да, прижать их хорошенько, в морду, дай, как вот я сейчас, вят, я славяне. Мы семеро одного не боимся, но я зажигаюсь махом там, в три секунды, если что, ну ладно. Понятно, беру, беру свою стамеску, рубанок и вперед. Ладно, прерываемся на музыкальную паузу и дальше продолжим разбирать заявленную тему. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, что по одному из современных календарей 17 мая 2016 года вторник, по одному из старинных 36-го день месяца пассива на речении 7524-го лета, тоже вторник. Древние артефакты планеты, такова тема сегодняшнего эфира. Главный ведущий Дегтярев Владимир Николаевич. Мы пока разбираемся с шумирами, потому что очень много про них говорилось в предыдущих эфирах и в этот раз тоже упомянулось. Но вот хотелось бы уже точку такую жирную поставить и переходить к артефактам. Итак, я задал вопрос вначале. Шумеры, кто они, откуда они взялись и куда они делись? Вот откуда они взялись, мы разобрались. Кто они приблизительно что-то вырисовываются и куда они делись, нам предстоит ответить. Я могу сказать вообще, что они не пропали. Они не ассимилировались, скажем так, или их не вырезали, потому что вот в этом междуречии потом оказалась эта сама сирийская цивилизация, ну, по этой истории, которую мы изучаем и которую заставляют изучать по всему миру. И как бы они сели на шумеров и так они как-то медленно куда-то сошли. Где-то одни там, другие там, но я единственное могу сказать, вот что они все-таки для чего-то жили и что-то производили. Вот они производили знания. Причем эти знания фиксировали на глиняные таблицы и рассылали в обожженных ящиках книга, книга, мы говорим, книга, глина, вошедшая в божественный огонь. В общем, это, то есть, обожжена. Ну, представьте себе, высушена табличка. Вот что такое книга, книга. Да, у тебя интересная версия, какие, глина, это с шумерами связано, они на глине троечки делали. Вот они собирали в ящики эти библиотеки, в смысле ящики, поставляли в Египет, ну, в Вавилон. И самое главное, там, я понимаю, в Индию уходило. Все знания вот так делились там. Уходило в Индию, я не знаю, где это все, но я могу сказать, в страну Севир или Сибирь. Ну, потому что букву Б, С, В, очень резко начали уничтожать букву Б, Бог, вставлять букву П или букву В. Ну, понятно, да, то есть, буква П обозначает просто эхо Бога, значит, какое-то там, дыхание, колыхание, ну, а буква В, я вообще не знаю, почему. Ну, просто потому, что просто было править, закорючку подвернуть и букву Б, Б будет буква В, вагина. Это женское все. На земле не было, скажем, до прихода христианства не было, чтобы реки, земли, страны назывались, в смысле, имели женский род. Все было мужского рода. Ну, это своя уже, ладно. Так вот, страну Сибирь, что такое страна Сибирь? Сибирь, Сибирь, да? Они посылали на север, там все четко написано. Вот эти вот, так сказать, свои знания, они распространяли. То есть, я, честно говоря, не знаю. Вы же помните уфимская вот эта плита, которая, там, кусок карты огромной, управления, это было управление водными ресурсами земли в Уфе. Уфа, это не город, это не название какого-то города, это название, скажем так, библиотеки, но только световой, светом написанная библиотека. Вот так вот примерно. Но там только один из фрагментов был. Да, один из фрагментов. Фрагментов много, ну, не будет. Так вот, Сибирь раньше называлась, все при Иване Грозном. Это пространство между Волгой и горами, Уральскими горами. Волга вообще, потом была искусственно к ней приделана река Кама, она из трех рек была составлена, так чтобы по Волге от Астрахани можно было просто доплыть до, это же река, это путь, основной центральный путь будет, центровой, как шоссе, вот, до Архангельска. Так вот, между этим реком и Уралом вот это пространство называлось Сибирь. Я вас тут не буду дальше переводить, потому что времени не надо. Так вот, они посылали в страну Сибирь. Куда? Да. Я давай, ну, у меня карты, у меня списки городов, населенных пунктов, там вообще, все в России. Она сейчас, вот это вот, кусок, грубо говоря, дубль Шумерской библиотеки, то, что они последнее сделали, он лежит у нас здесь. Ну, ну, хорошо, получается, если все присылалось сюда. И самое, извини, я тебя прерву, самое главное, люди, которые вместе, они должны были знать, сопровождать, ну, библиотеки книги же не посылают, там должны быть специалисты, которые знают, что, чего и как. Ну, что, разве их там нет? Есть. Я вот сейчас закончил книгу, Светлана Николаевна опубликует ее, это просто я, так, небольшую будет опять брошюра, там страница 170, там словарь слогового языка, ну, и словарь там где-то 300 всяких определений. Одно из них я специально взял, и вот шесть поволжских народов, центровых поволжских народов, это Мари, это Маордова, это, это, господи, ну, вот вылетает. Ну, ладно. В общем, шесть поволжских народов, татары. Я это все расшифровал, и там в приложении сделал, там две странички, кто это. Так вот, марийцы были специалистами по выводению скота. Эль Мари, это было вот такое пространство между Шумером и Египтом. И как и египтяне, и шумеры, это серьезные были люди, ну, представьте себе это, те, которые занимаются, у них города были закрытые, вот как у нас сейчас есть, закрытые предприятия, номерные, да, так вот у них города, Лагаш, он занимался космосом. Какой-то чудак на букву, ну, там, на какую букву, взял себе фамилию Шагал, вот Лагаш перевернуть, ну, это, это, это их личное горе, что называется. так вот, Лагаш, например, занимался, так самое, космосом, движением в космосе, исследовали движения, специалисты, у них карты там были космические, и так далее. Те, кто жили в городе Ур, это вот, Урук, Ур, Урук, это, царь города, Гильгамиш, он был полубог, точнее, одна треть у него уже была бога, который потом им сказал бессмертие, ну, знаменитая поэма о Гильгамише. Так вот, Гильгамиш, вот Урук, он занимался, этой самой, кровью, понятно, что такое кровь, то есть, генетика там, и так далее, и так далее. Короче, я говорю, что Шумер, когда русские двинулись, в девятом, десятом веке, русские двинулись, захватывать Европу, и славянство, в смысле, и вся Европа под славянами была, я книгу эту пишу сейчас, но очень, так сказать, такой фактаж у меня, что, я не знаю, она тысячу страниц бы заняла, а мне надо в 200 страниц уложиться, ну, в общем, уложить, там коротенько все сделаю, как это было, на самом деле, потому что, так вот, двинулись с ними, естественно, двинулись вот те, кто постоянно находился, ну, скажем так, в этом самом сопровождении, кто мог лечить, кто мог ремонтировать, там, все такое прочее, но на самом, конечно, на самом деле, по-волски вот эти народы, они жили вместе со славянами, и марийцей, и чувашей, ну, в общем, все те, которые называют черемисы, только кроме татар, татары пришли через Челябинский проход, оттуда, это тоже русские, но уже ассимилировавшие сибирские автохтонные народы, вот, они пришли сюда, через Челябинский проход, и переправились через Волгу, ну, в смысле, и потом начало это, там не было же татаро-монгольского имя, это дурдом, монголы никогда, как казахи, они никогда не воевали, казахи только бегали по степи, как и монголы бегали по степи, Так, сейчас мы уйдем в сторону, далеко? Да, все, давай, все-таки держимся в рамках. здесь есть специалисты, и, в общем, спрятано у нас здесь, кстати, в районе Волги, недалеко от поворота, я могу даже сказать, это Чебоксары, в районе Чебоксар спрятана как раз Шумерская библиотека. Вот как раз та самая глиняная, которую обжигали, и которую в ящиках сюда доставляли. Да, там еще были свинцовые уже валики печати, так называемые, вот, когда пробьешь, на гугле, там, картинки, например, древние шумерские боги. Вот это вот, они все же с валика в печати, такой кругленький валик был, его на глину, на мягкую берут, раз, накатали, там, табличка сантиметров 10 в ширину, то есть в длину, сантиметров 8 в ширину получалось. Вот там все видно, все, лучше один раз увидеть, там все видно, я же вижу, где они на какой, кто, что за бог сидит, кто тут стоит, кто что делает, как человека делают, вот эти вот свинцовые валики печати, видимо, это все, они знали всегда, постоянно знали, что в любой момент придется уйти, но они не знали куда, что случится. вот поэтому они, так сказать, в три точки рассылали, в три цивилизационных точки, славянам посылали туда, вот на Волгу. Так, а еще две где? Одна в Индии уходила, и вторая, я говорю, в Египет, но вот в Египет, у меня тоже большие, в то, что в Индию, это точно, потому что они оттуда пришли, шуми, а в Египет, но Египет был не государством, это был великий некрополь, всего-навсего, там что-то такое стояло, ну как бы, ну я не знаю, мне трудно сказать, значит, но примерно так, как сейчас в христианской книге, что ты воскреснешь, там это самое, нет, там что-то было другое, вот, очень трудно, я начинал 100 тысяч лет с цивилизации Египта, они начинали с того, что у них, вот три у них, по 100 тысяч лет, это по 30 тысяч лет, кувыркалось, 30 тысяч лет их цивилизация раз, меняла богов, и все, и все, первоначальная у них цивилизация была такая очень, ну как сказать, то есть божья вера, я смотрю, в кого они верят, первоначально, вот скажем, 100 тысяч лет тому назад, что у них, у них главным, главным, ну богом будем называть, или главным элементом, не элементом, главным, так сказать, выдохом бога, или образом бога, была лягушка, она, видите ли, она выл на зиму, ну, когда холод остановился, забивалась, смотрит по весне вылазит, вот она бам-бам-бам-бам-ква-ква-ква вот лягушка сейчас можно тут забить эфир этими египетскими терминами как они назывались, да все там потом у них утка, она осталась утка сто лет сто тысяч лет, она осталась до наших времен это знак справедливости в честности и справедливости, утка, которая ныряла после потопа и добывала землю, там со дна затопленного и она везде, утка, она была даже на весах утки такие свинцовые их поворачиваешь, регулируешь ими весы, ну, чтобы два вот эти вот двухрычажные весы, эти двух понимаете, вы помните вот, например, когда в советское время в магазине на весах такие были клювики, да? да, вот это как раз они и есть понятно, ну все, теперь, значит тут еще будут потом уточняющие вопросы я так чувствую, о шумерах и всем остальном давай все-таки переходим уже к теме эфира по артефактам частично ты уже это так понял но теперь уже углубляемся в суть вопроса да, в общем, я не буду там все коротко, короче после великого потопа 7600 лет назад тому примерно было сотворение мира но не то сотворение мира которое говорят там вот взял там, значит, было обзу, а потом стало это самое зуба нет, это самое это сотворение мира между богами и людьми сотворение мира оно так у нас и осталось вот эта формулировка мощная, забитая в мозги любые договора возьмите Петра Первого мирные договора что мы там именем такого сотворения производим сотворение мира между Ту-Ту там, турецким султанатом там, Кучук-Кайнаджарский мир например, он так вот точно сотворение мира потому что участвует в этом там, Потемкин кто там еще а именем императрицы нашей то есть сотворение мира между богами и людьми это было где-то вот как раз примерно, да, восемь ну, она осталась вот в этой в христианской это дата и ты ее называешь когда сейчас вот открываешь блоки разговора ты же ее называешь она точно осталась потому что иначе было нельзя после потопа люди были серьезные а боги, так сказать еще не закончили им хотелось что-то набрать набрать, добрать и у них между собой они уже начали воевать вот эти Энкин, Лиль Быки, Дракон ведь эта война кончилась фактически ну, тысячу лет назад всего в 10 веке вот бог Дракон ушел он сбежал сначала туда в Америку там древние цивилизации были тоже очень древние ну, как как на всей земле миллион лет миллиард лет он оттуда сбежал и улетел с планеты но пообещал что я, говорит вернусь и выжгу землю потому что ну, так так не бывает два брата между собой вот и поэтому ну, а вот наш бог Бык он же этот как сказать он анфибия он повелитель вот то, что называется морской царь царь морской да и вот в общем все сейчас я посмотрю вот в 2012 в 2012 году по календарю мая было обещано что все 23 декабря планеты нашей не будет все вот этот бог выполнит свое обязательство бог дракон и все планету сожгут я проверял нужно проверить по трех источникам да но там источники какие там источники вот сказания ну не всех конечно эпосы народов мира ну скажем та же Махабхарата в общем по трех источникам да сошлось что будет выжигать майя они вообще записали там цивилизация это самое что первое сначала вот это мы пятой живем цивилизации так вот которая была первая 60 тысяч лет назад она была значит уничтожена это самое потопом потом было огнем потом льдом потом опять потопом и вот сейчас опять огнем вот так примерно выглядит история нашей так сказать земли вот за последние 60 тысяч лет ну 12600 лет я говорю по шумерской космогонии это вот так вот происходит каждые 12600 лет происходит сдвиг полюсов но вот у нас полюс в четвертой цивилизации был на месте Гудзонова залива он сюда переехал Северный Ледовитый океан это молочный океан знаменитый молочный океан который упоминается в Махабхарате ну а в наших сказках помните кисельные реки молочные берега вот то есть молочные реки кисельные берега прошу прощения вот и теперь сидят сидят и ждут в общем никто и не сидит и не ждет только вот на приходом тут голова болит а что будет значит можно ли ожидать можно сейчас что-то творится с водой помните вот последний киотский протокол потом парижский протокол я не знаю зачем мы подписали человек который там какой-то министр экологии его подписал но его надо было выйти слушай но мы с тобой не подписывали мы точно его не подписывали все-все-все-все-все-все подписывали понятно короче это все такая туфта мне аж страшно Россия потребляет в смысле как сказать Россия если выбрасывать то где-то ну может быть 4% у нас от того что выбрасывается вообще по всей планете человеческих ну так сказать человеческого производства углекислого газа но сколько это 0-0-15% вот что выбрасывается от антропогенных выбросов углекислоты это всего 0-0-15% возможно сама земля выбрасывает океан сколько выбрасывает сколько выбрасывает но Россия это поглощает мы поглощаем 80% того что почти 80% того что производит вся вот это самое так сказать антропогенные эти все Китай Индия и так далее у нас тайга наша и болото наше сжирает все что в болоте метана не углекислая там реакция это же химик любой химик поймет что все это у нас уходит и все мы что мы превращаем в кислород но суть не в этом в общем суть в том что какова может быть защита вот представьте себе сидишь и думаешь дракон он кстати он произвел уже пробный залп это было 3 года назад сразу после 12 года когда не получилось все там так сказать очень люди ожидали ожидали что землю сожгет не сожгло журналисты заохали заохали все плохо конечно не получилось и через полгода буквально там через 6 или 7 месяцев так легко проскочила информация о том что солнечный протуберанец неожиданного вида неожиданной мощности неожиданного неожиданного вида в том что это просто был какой-то как палец такой пролетел грубо говоря мимо земли и у него мощность начала падать его ну температурный там все это электричество ну какой там у него мощность в чем выражается начало падать только за орбитой марса это получается что земля все было рассчитано что дракон не рассчитает это надеяться было не надо было рассчитано что он точно врежется в землю а землю с 908 года когда говорят что как бы упал метеорит на тунгусскую да там там никакой не метеорит там стартовал очень тяжелый дингиль мощностью 500 миллионов лошадиных сил у меня вся выстроенная система они по треугольникам стоят подземных в бывших вулканах в основном они толкают так вот когда нужно они толкают кору земли да и земля задерживает свое вращение не только вот скажем ну там сдвиг коры это вращение вокруг своей оси земля там не сильском задерживает а вот то что она чуть-чуть задерживается по орбите вокруг солнца это да так вот она задержалась буквально на трое суток не подошла к этому моменту чтобы там несколько спутники которые там высоколетящие эти орбитальные группировки они там выгорели ну что-то было конечно и у нас связи там ну были нарушения но во всяком случае земля осталась потому что я говорю что на трое суток на свидание с этим протуберанцем она опоздала и это не не результат деятельности заботы человека а вот это вот то что его этот самый бог бык который сейчас морской царь он ее набухивает землю водой он утяжеляет ее для того чтобы задержать он может сбросить всю воду мгновенно ну как мгновенно для нас мгновенно то есть для него мгновенно для нас это год он может высушить землю вот сейчас кстати высыхание Индии происходит и высыхание Китая они там а что они ожидали у нас кстати леса горят не потому что человек поджигает планета готовится да там леса горят это будут уже так сказать лесостепи или степи все а там где были степи в Казахстане там извините будет пустыня потому что так надо не мы решаем там есть повороты рек там кто-то предложил Китай снабжать водой я не помню сейчас фамилию министр сельского хозяйства я бы его тоже вышел вывел бы дал последний раз закурить понятно понятно ну придет время может тебя и назначат тем кто будет последний раз давать закурить будешь выдавать личные последние сигареты скажи пожалуйста у нас еще 2 минуты есть два музыкальной паузы с чего вдруг вот у нас в анонсе написано что нас скорее всего а так даже слова скорее здесь не присутствует о том что ожидает будущий очень серьезный планетарный катаклизм с чего это вдруг ну я же сказал каждые 12 то есть вот 12 с половиной тысяч подбежал ученые часики тих-тих пора уже будильничек звонит да дело в том что все вот все кто занимался они видите как вот они занимаются историей Египта там ученые мощные серьезные они обладают большой скажем так ну серьезным инструментарием то есть аппаратурой там всеми всяким разом они я надеюсь что они не не считают вот этот вот как она радиоуглеродный метод там который плюс-минус дает миллион может дать поправка на ветер вот они рассчитали что да все уже прошло уже идет где-то сейчас 12 тысяч 400 лет после потопа они по сфинксу они сейчас сфинкса очень сильно разыскивают все под ним там 20 этажей там где-то спрятано знание всего мира под какой-то там лапой да под левой лапой ну позвонили бы мне я бы сказал где-нибудь знание спрятано под хвостом ищите да сейчас давай значит смотри получается мы выяснили в этой части о том что каждые 12 тысяч лет происходит некий катаклизм и что вот по сфинксу ориентируется ученые просекли о том что ребятушки пора нам значит хлопать в ладушки давай сейчас прерываемся на музыкальную паузу и потом будем разбираться уже что же такое за катаклизм как он будет происходить и что дальше с этим нам всем делать вы слушаете народное славянское радио продолжаем разговор продолжаем разговор на народном славянском радио напоминаю что по одному из современных календарей 17 мая 2016 года вторник по одному из старин 36 день месяца посева наречения 7524 лет тоже вторник древние артефакты планеты такова тема сегодняшнего эфира главный соведущий Дегтярев Владимир Николаевич итак мы поняли что дятел уже начал долбить свое дупло сурок Фил ищет судорожно свою тень и нас по этому поводу ожидает очередной кото или катаклизм кому как больше нравится с чем я всех поздравляю но если серьезно давай все-таки уже переходить почему нас ждет выяснить 12 тысяч лет как он будет происходить и в каком формате и что нам делать теперь давай к этому переходить будем ну я объясню вот это моя точка зрения я ее сводил со многими специалистами что будет плазменный удар протонный удар вот этот солнечного протуберанца чем хочет будет земля защитаться давайте не будем говорить вот наш бог бык морской царь он тут готовит он готовится все значит что будет вот представьте себе значит чем можно от огня защититься то есть чтобы не сгореть как Марсу не выгореть только водой значит есть ли такая возможность ну вот мы знаем как выглядит в общем-то земля сколько воды там это все выжжено мгновенно будет выжжено сколько сейчас воды есть это все ну представьте там страшные 20 тысяч температура у протуберанца вот и он так сказать обнимет землю все что единственное чем представьте человеку и в воде так сказать можно потонуть как в припотопе и от огня сгореть там ничего не останется это как вот фильм про терминатора там значит все выжигается ладно дело в том что в нашей планете вот в недрах нашей планеты в свободном состоянии находятся атомы кислорода и атомы водорода они в свободном состоянии то есть ну там один в одном месте другой в другом они находятся в небо в невообразимых количествах если им дать возможность связаться то есть вот получится H2O то есть вода получится объем которой вот есть такой ой яницкий я его знал по новосибирску доктор наук геофизических наук он он все это рассчитал объем воды который только он который рассчитал еще он говорит я рассчитал всего до глубины 10 километров ну потому что на тот туда вглубь пробурилась вот эта вот скважина как она там большая это была спецскважина у нас вот он объем пятикратно превысит нынешний объем воды на планете а сколько еще можно создать так подожди если у нас произойдет соединение водорода с кислородом то это будет хлопок еще тот все вы наверное знают что как взрывается гремучий газ вот когда водород с кислородом спичечкой подпаливают там где ты подпаливаешь спичечка когда внутри он там это самое там еще температуры дикой нет на глубине 10 километров а причем из температуры там не нужна температура достаточно маленькую искорку и пойдет там же это как цепная реакция остановить уже невозможно и мгновенно взрыв происходит мгновенно нет там есть ситуация при которой вода у нас испаряется она вот это вот нам когда преподают школьный круговорот воды в природе что вот вода там поднялась паром и остудилась и провелась на землю да нет ни в коем случае там только буквально пятая часть того пара который все происходит по другому о чем ученые и не знают все происходит по другому никакого этого присоединения водорода и кислорода присоединения ничего не происходит потому что это какой-то химический процесс но не физический процесс который вызовет взрыв. То есть, мягкое соединение и образование воды без взрыва. То есть, термовыделение идет. Это такие опыты физические, я знаю, когда через мембрану соединяют водород с кислородом. Происходит соединение, появляется температура, появляется жидкость, но взрыва при этом нету. Ну, а представьте, вот можешь видеть, что такое там на глубине 10 километров? Какой там массив? Ну, что там, реактор находится в земле. Что в этом? Ну, понятно. Он находится на глубине, там, я не знаю, 3 тысячи. Он и питается тем же самым водородом, кислородом. Да, ладно, хорошо. Мы давай не будем спорить, а тут нас тут... Я говорю просто... Что, сейчас Кащенко вызовут, нас увезут, будем с тобой потом в палате сидеть и общаться, да, разговаривать друг с другом? А, я скажу, что на двоих. Палата на двоих, а также воды нам и, в общем, сигареты. Ну, сигареты мне не нужны. Ладно, хорошо, продолжаем. Хорошо. То есть, вот навстречу огню, так сказать, выбрасываются кубокилометры воды. Они, конечно, тут же мгновенно в пар улетучиваются, но они выбрасываются и выбрасываются. Надо продержаться трое суток. Если он попадет, а может быть, еще он успеет землю так немножечко придержать, и этот протуберанец, так сказать, пройдет по косой. Вот. Но, во всяком случае, ну, готовится, может быть, и не быть. Может, он выбросит воду, приготовится, да, будет потоп, но протуберанец пройдет мимо. Ну, будет потоп. Ну, все. Ну, слава богу, но все равно катаклизм. Тут никуда не денешься. Вот это, то есть, в этот период катастрофы, то есть, заранее надо искать спасение от огня и от воды. Никогда такого еще не было. То есть, или будут, или полить будут, как свинюшек, или топить будут, как котят, да? Да. Или одновременно. Ну, здорово. Или будут чан посадят, будет снизу огнем подогревать, будем бурлить все эти чани. Вот сейчас это самое. Мне тут, в общем, друзья, так сказать, там, с Америки. Американцы сейчас срочно в своих Соединенных Штатах северных, они ищут туннели. Вот, ну, у американцев, у которых есть большие деньги, которые хотят туда углубиться, а туннель там на глубине минимум 400 метров. Это так. Вообще, в Китае, под пустыней Гобик, я знаю туннели, а то шириной 20 метров, они находятся на глубине 500 метров. Ну, я говорил, эта вода собирается для Байкала. В эти туннели она, да. Так вот, американцы эти уже ищут, платят деньги, чтобы туда как-то попасть, в эти туннели. Там Смитсоновский, у них знаменитый, Смитсоновский институт, он когда прятал, вот уже больше 100 лет, он прячет там находки этих огромных костей, этих великанов, в общем, всю эту, вообще всю информацию сносит, кости сжигает, или я не знаю, куда надевает. Короче, ему сейчас никто не доверяет, ему не носят ничего. Я не знаю, там кто-то прячет, находит, если кто-то... Ну, пес бы с ним, ладно, ты давай все-таки возвращайся. Да, нам-то просто людям... Нам, вот мы с тобой сидим и разговариваем, как нам спастись вдвоем в этой палате. Ага, вот смотри. Ну, это под Америкой, под Южной и под Северной, ну, под Андами я не говорю, там под Андами, да, подгорные туннели, есть разница, подгорные туннели и равнинные туннели. Вот равнинные не надо, там туннели, потому что они заполнены водой. Это вот, кстати, в Ливии Муаммар Каддафи. Он же использовал древние туннели там для снабжения вот этой прекрасной чистой водой своих городов, ливийских городов. Все уничтожили. Ну, ладно. Так вот, нам нужно, короче, нам нужно будет попасть в подгорные туннели. А у нас есть Кавказ, прекраснейший. Я потом буду конкретно описывать. Они есть, Кавказ. Значит, что еще? Урал. Там есть. Там Ямантау знаменитый. Значит, есть. Северный Урал особенно. Не южный, а северный, он там сохранился. Естественно, Сихоте-Алини, плато Путарана там. То есть, у нас есть туннели, где можно спрятаться, куда можно спрятаться. В Индии, естественно, что там в горах все попрячутся. Там есть эти все. Там их много. Я тут буду ссылаться на проводника. Это вот вся... Когда посмотришь по карте, Памир и Тяньшань, вот эта Памиро-Тяньшаньская горная структура, это мощнейшая. Она вся, она просто прошита этими туннелями. Там даже знаки стоят, такие огромные камни, на которых нарисованы великаны. Белые, белокожие. Там белокожие, у него вместо лица солнце этот самый. Ну, знак вечности, вот спираль вот этого. Вот. И дуга Большого Кавказа, которая идет от Атласских гор, оттуда, от Северной Африки, от Танжера, идет вот по нашему Кавказу, она кончается в Индии. То есть там все везде, туннели, туннели, туннели. Но туда зайти очень сложно. Попасть туда очень сложно, если не начать заниматься сейчас. А когда захочешь побежать, не найдешь. Вот, значит, кстати, многие вот спортсмены, альпинисты, там, катамаранщики, спелеологи, просто искатели, они бывали в подгорных туннелях, а ну, они молчат об этом, как партизаны. Вот, кстати, хотя последний фильм, вот я что смотрел на Ютубе, о некой шахте в горах Кавказа, тоже искатели какие-то там нашли. Значит, они нашли там шахту такую, в которой непонятным образом установлена вертикальная гранитная плита. Значит, с одной стороны она плита отполированная, там, я не знаю, ее, так сказать, высота где-то 100 метров, примерно, или 200, я уже сейчас не помню. Я, честно говоря, не подготовился тут по этой, значит, а вторая плита, часть необработанная, вторая сторона, и они не обратили внимания вот на этот факт. А я могу, да, и они, значит, до конца шахты, там, я представлю, они угробиться же могли, их могло просто втянуть, и все, исчез человек. Ну, не суть. То есть, они попасть хотели дальше, но не получилось, что-то им там сказали, или как-то, короче, они поняли, что туда лучше не лезть. Так вот, это просто не шахта, это вентиляционный, огромный вентиляционный колодец. Это только, это вентиляция только, да? Нет, эта плита работает, вот она, когда так обтесана, она работает как градильня. Ну, ты же знаешь, что такое градильня? Не, я не знаю, отражатель какой-то, да? Нет, 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 ну, вот когда стоят станции, стоят такие широченные, как бы, ну, какие эти, не трубы, а такие очень широкие, ну, как их назвать, ну, градильни, все знают, на ТЭЦ стоят. Ну, ко всем я уже, значит, не отношусь, значит, не все знают. Ну, ладно, хорошо. Это устройство для чего? Для того, поднимается пар вот в этой градильне, он по стенкам ее сползает. И охлаждается. Охлаждается и втягивается. То есть, вот в этих подгорных туннелях еще есть, значит, нужда в воде, в охлаждении, чтобы воздух менялся. В общем, то есть, во всяком случае, то, что вот один даже нашли туннель, я могу сказать, что на всем Кавказе их должно быть примерно, ну, я примерно просчитал, как они сказали, значит, там должно примерно 500 вот таких туннелей быть, начиная, ну, там, будем говорить, от Каспийского моря до, где там Кавказ кончается, ну, до, самое там, до Средиземноморья. То есть, там уже все четко, во-первых, во-вторых, что, значит, есть такой писатель, архивариус, ну, его знают многие по, он работает в основном в интернете, вот, значит, его две книги, архивариус, у него две книги вышла, Война миров называется, том первый, том второй, в первом томе, он в издательстве Белые Альбы, он включил в эту книгу рассказ одного из своих почитателей, ну, с кем он переписывается, там все, значит, который описал судьбу армянской женщины, это еще было вот больше ста лет назад, когда была резня, турки резали армян, вот когда геноцид был страшный, значит, их спасли, ее вместе с детьми спасли от турецкой резни как раз подгорные люди, она там описывает, я не хочу просто, да, как они выглядели, все, она не так, она, ну, который жил с ней, в смысле, пацан еще был, она им рассказывала, они думали, это сказки, вот, а потом сообразил, значит, она, она шесть детей взяла, но муж, вот мужа и самого маленького ребенка не успел, а там солдаты уже все догоняли, и они нырнули вот в эту, их священник привел, армянский священник, он привел туда вот в горы, в такую, в расщелину воткнул их, они туда влетели, все взбежали, и там, значит, какие-то дикие бородаты, они отпускались, отпускались, уходили вниз, 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 короче, она там в этих, да, там было что поесть, там свет даже был какой-то, что-то светило, все, но она вот, ну, как женщины, что вот остался муж, остался маленький ребенок, она просила, выпустите меня, выпустите, ну, там была не она, еще там, знакомые были, тех, кого спасли, там, где-то сотню человек примерно, они успели спасти, они говорят, ладно, но ты не вернешься, они ее повели, вели, вели, она вышла возле Анапы, а, значит, она зашла туда, где-то в районе Эрзерома, вот сейчас город Эрзером, он турецкая территория, вот представьте себе, что, вот что такое подгорное, там, да, хорошо, хорошо, вот, и вот смотрите, значит, ну, тут нас-то самое важное, что будет, интересовать, хорошо, я говорю, что, вот, смотрите, вот у нас на территории, это Кавказ, то есть надо готовиться, я просто почему попросил тебя, эту тему поднять, потому что готовиться надо сейчас, ну, подготовимся, ну, не будет через 60, нас скоро не будет, детей наших не будет, но внукам-то надо через 60 лет что-то сказать для внуков, понимаешь, что, к чему им должно готовиться, что искать и так далее, Алтай, Урал, ну, весь там, вся Восточная Сибирь, она вся в горах, ну, не в горах там, километровой высоты, там хватит, там туннели есть, это я могу гарантировать, вот, чтобы они могли там, так сказать, сосредоточиться туда, ладно, пусть они выжили, все, 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 это там подождать-то не очень долго, не очень много, но выйдут, чтобы у них был какой-то запас питания, воды там, ну, вода внутри есть, всегда, все, питаться там, они, никак после этого потопа, они людей есть не будут, наверное, там было вообще страшно, они болезни были, жестокие, причем там еще сохранились после последнего потопа, 12 тысяч лет назад, сохранились, я не знаю, сейчас рептилоиды есть, ну, в общем, где-то как-то они отмечаются, что есть, они как раз и занимают вот эти тоннели, ну, черт его знает, но, в всяком случае, там была битва, что называется, но люди победили, во всех. Так, давай сейчас, вот мы как-то, чтобы не уходить в стороны, да, мы с тобой потихоньку продвигаемся по теме, и так мы поняли, что вот-вот, со дня на день, нас ожидает вот такой интересный катаклизм, то есть, эклизмы у котов не отняли, они теперь, значит, балуются, и то ли нас спалить будут, то ли нас топить будут, то ли и то, и другое сразу варить будут, где вода, огонь сразу присутствует, и спасение нас всех ожидает, в одном месте, это в горах, где есть пещеры, где есть специальные шахты, где есть специальные подземелья под этими шахтами, то есть, мы потихонечку на несколько дней должны будем превратиться в гномов, хозяинов подземелий, и скажи мне, точную дату, ты можешь сказать, когда всем нужно ломануться в эти пещеры, это первое, и второе, где тропки-то те, где маршруты указаны? Значит, я могу вот что сказать, я сказал 60 лет, почему, это не я придумал все эти даты-то, я не придумал, я не этот, не Кэйси, там Кэйси, как его там называли, там еще один есть, американский тоже, этот самый. Ой, да там у них много кого есть, давай сейчас. А, Скалеон, вон, Майкл Гордон Скалеон. только не к ночи, только не к ночи, давай. Да, не к ночи, помянут, там любой десятиклассник рассчитает, вода на сто метров поднимется, все, она затопит, а он это великим предсказателем, да ладно. В смысле, вот что там надо, почему 60 лет, это примерно 2100 год, да, вот я так примерно говорю, но я не могу, может быть, 2080 год, потому что как раз все просчитано, вот поэтому все идет, весь расчет идет от подписания договора между богами и людьми. Там ведь было как? Не укради смерть, не там, возжелай жены смерть, не убей смерть. Они что взяли, сделали в Евангелии? Они убрали наказание. Не укради, не укради, подстав правую щеку, не возлюби жену, там, не убей, будто, ну не убей. А вы наказание убрали? То есть они сами, те, кто писал, собирались убивать, грабить, брать чужих жен, и так далее, и так далее. Понимаете? Понимаем, 282-я под тебе точно сохнет, сейчас вот ты перейдешь уже. Ну, пусть они, пусть придут. У меня... Сейчас ты перейдешь уже на личности скоро, ладно, давай дальше. Ладно, значит, смотри, какая ситуация, нам не сидеть, там, в смысле, им придется не сидеть, 2-3 дня пережидать, а 2-3 года, а на поверхности земли, что осталось? Вот почему воду, вода должна все прикрыть, она должна прикрыть, не только людей, люди появятся, а прикрыть, основной генофон, ну, то, что называется, растительный и животный мир. Хотя бы я сказал, даже растительный, и вот это вот всех мини-организмов, там жучки, паучки, понимаете, то, что земля-то на самом деле дает, создает почву и дает выжить. Вот это водой покрыть и спасти, вот это вот. Люди выйдут, а что кушать-то они будут? В горах, вот, скажем, восточный Таджикистан, вот там, где был центр вообще, первый центр, оттого, откуда там люди расходились, там два пути было, это вот проводник вот этот, о котором, помнишь, в прошлые разы мы говорили, новосибирский проводник Борис Андреев, он же мне карту свою подарил, своих походов, вот там у него четко написано, вот сюда уходят монголоиды, а вот сюда уходят европоиды. И вот с этой, там, с этой, с точки, она называется Амургап. Мы еще с этим понятием Гап можем встретиться очень долго. Ну вот, дальше, ладно. Вышли, ну ладно, три дня переждали, вышли, а там все пусто. Вот камешки, ну где-то вода. Есть-то надо что-то. Это вот надо, а там на высоте три километра, еще Вавилов наш, Николай Вавилов, ученый, которого, так сказать, специально подпихнули, вы знаете, какие люди, чтобы его расстреляли, он единственное место, он где нашел, уже никакого, там натурально он нашел, то, что ячмень, проса, пшеница, рожь, которая на высоте три километра, там как раз вот в этом Таджикистане, Ярославль, и там же, кстати, точка, ну потом я чуть позже буду говорить, точка, где находится генофон человека, вы понимаете, сколько останется в живых, то есть, я не знаю, как там люди будут выживать, то есть, у них должны быть запасы продуктов, говорят, американцы там складывают сейчас в выработанных шахтах Норвегии, это вот на Шпицберге, они складывают там генофонд, ну рис, зерно, там что-то, может животных, ну понятно, что они и человеческий генофонд там укладывают, но они так укладывают, что он не выживет, ну в смысле, их там хранилище не сработает, они не представляют, это какие-то вообще полуромантичные, полуидиотичные люди, честно говоря, со своим, ну там по культуре видно, вот, это так не делается, все намного грубее, проще и надежнее, вот, скажем, на Кавказе, в горах Индии, вот на Тибете, перерыва в хозяйственной деятельности человека, ученые не обнаружили после потопа, в Египте обнаружили, 12 тысяч лет был потоп, потом 4 тысячи лет там вообще ничего не выращивалось на территории Египта, а потом снова, ну это все рисунки, там письменные поля Египта, потом снова появились рисунки, что там вообще появился мертвый, 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 появилось, что вот, там же даты в этих письменных полях указываются, вот 8 тысяч лет назад, появилось, снова ячмень заколосился, снова, так сказать, застроился, вы понимаете, в чем дело, что выйти-то одно, пережить-то можно, а чем-то, что ты будешь кушать, вот это вот, вот это вот всегда, что называется, является основным вопросом, Китай ожил только 5 тысяч лет тому назад, они же вот собирали паучков, рыбку, откуда у них, всегда надо спрашивать, что ты ешь, чем ты ешь, что ты носишь, вот, вот, что ты ешь, жучки, паучки, они же там, знаете, как едят, вот, они ходили на Тибет, в Тибете, в тибетских, этих самых, письменных, ну, таблицах, написано, что китайцы, почему они, так сказать, поверили там всякое, они ходили на Тибет, вымаливали себе зерно, они, тибетцы, имели себе рабов, и там, там долго, там тоже интересные истории, и все это самое, вот, русские, скажем, я вообще, буду с тобой говорить потом, чтобы мы взяли тему следующую, это русские и славяне, откуда, что они появились, как ходили, где ходили, что после потопа, они же ушли с берегов молочного океана, вот, но это все не проблема, даже питание, в принципе, можно найти, никуда не денешься, будешь искать там жучков, паучков, поешь, это белок, там травки, поешь, все нормально, другое, то, что неизвестно, сколько сохранится людей, вот это вот самое главное, и самое главное, что, понимаете, как, вот, даже имея в наличии сто тысяч, ну, скажем, вот, на нашей территории, репродуктивных мужчин и женщин, да, мы можем получить от них уже в третьем поколении полностью дебилов, или вообще не получать потомство, то есть нормальное пополнение народа возникает, если этого народа более 10 миллионов человек, ну, вот за 10 все, дальше уже пойдет, это не я сказал, это ученые, вот, генетики так говорят, то есть тут нужен генофонд, и вот после того потопа, это точно, опять же, у тех же шумеров, у тех же индийцев, индийцы-то, все вот эти эпосы, это наши, то есть русские эпосы, русская история, она принесена, переработана, и все, и там до сих пор кровь, если у них взять, то будет R1, R1, я имею в виду у верхушки индийской, у брахманов, у тех, кто у правителей, вот, генофонд был, он был спрятан, вот, и были люди, ну, понятно, что были люди уже подготовленные, знающие, как его, где он находится, как его вскрыть, и как применить, вот смотрите, мои-то предки, так сказать, далекие, они пережили, потоп, и все, во всяком случае, я, по-моему, сейчас нормально говорю, у меня трое нормальных детей, и я думаю, что меня слушают нормальные люди, нормально разденные, но вы же представляете, что это надо было пережить великий потоп, и получить, по шумерским, опять же, изданиям, богиня Иннана, после потопа облетала землю, она видела одну глину и людей, превратившихся в глину, и она заплакала, единственные, когда она там заплакала, вот, и, ну, потом она увидела этого, афера с Араратом, для меня это вообще, конечно, я просто, она увидела вот на горе, не на Арарате, она на Эльбрусе увидела спасшихся людей, и тут же, значит, спустилась, там, и что-то там им надарило, вообще, я не знаю, там, потому что Арарат, его название, Араратом его стали называть после того, как в начале 19 века, когда Библия была на русский язык все-таки переведена, и несколько тиражирована, она была запрещена, ну, к изданию, тиражировая, вот могли только, так сказать, большие церковные люди ее иметь, а так вообще в церкви давали от руки написанное, что тебе надо там про Адама, про Еву, на клочке бумаги, все, иди отсюда, вот, так вот, он назывался Мазиса, рождающий лед и снег, любую гору можно назвать Араратом, это Арарат, там, сияет, сияет, рассыпается, ну, там же, он 5 километров, вообще, это два вулкана, двойной вулкан с двумя этими, там лед, там снег, ну, любую гору, у которой верхушка покрыта снегом и льдом, как обычно можно назвать Араратом, Амазиса, и то же самое, точно такое общее название, ну, ладно, я тут сейчас могу уехать, значит, самое главное, знать, где генофонд, вы же понимаете, у вас там осталось 10 человек, все, из 100 миллионов, ну, я не могу, 100 тысяч, из 100 миллионов, ну, я не хочу, честно говоря, то-то-то, я язычник, я не могу, цифрами вообще запрещено язычникам, какой ты все-таки язычник оказывается, ладно, раз ты язычник, давай тогда, если мы говорим о том, что спасутся, вот, в ведической культуре, как-то там есть упоминание о том, и поднялась сила небесная людей, и спаслись они, есть такое там упоминание в одном месте, а других она перенесла на высокие горы, кого-то там за море, за океан, мы сейчас послушаем песню, которая так или иначе связана и с землей, и с небесами. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио, напомню, что сегодня по одному из современных календарей, 17 мая 2016 года, вторник, по одному из старинных, 36-го день месяца пассива на речении, 7524-го лета, вторник. Мы говорим про древние артефакты, и где они находятся, то есть древние артефакты планеты. Дегтярев Владимир Николаевич, главный соведущий, рвется в бой, прям как будто бы жеребец стоящий в столе, застоялся как будто бы. Вот не было у тебя месяц всего на все, а ты столько энергии набрать успел, как будто у тебя год не было в эфире. Мы уже тут о многом о чем поговорили. Очень, наверное, волнует всех. То, что ты говоришь, это понятно. Америкозы, вот это вырвали, вот это запаслись. Как простому человеку быть, ты объясни. Вот сидим мы с тобой в Кащенко, вдвоем скучаем, все сигареты ты выкурил, во всем поговорили. И тут, на тебе, началось. Что делать-то? Куда бежать? Где вот эти вот запасы, где штанишки, где там потом искать самочек, чтобы продолжать свой генофонд и так далее? Ну, у меня, во-первых, запас сигарет запасено. Ладно, не будем огрустить. Давай. Вот эта песня, ты вот, кстати, поставил песню, я забыл просто сказать, что америкозы, я сказал, кто они, да, вот они рвутся сейчас на Марс, ну и надо нам, например, нам не надо тратить денег, там нечего искать. Я сказал, Марс выжжен. Это во всех древних источниках. Готовится на всякий случай Венера. У нее запущено, это тоже по древним источникам, запущен катализатор развития планеты. И вы, если вы помните, там был такой один момент, его даже у нас в прошлые времена, но показали где-то в конец 80-х годов, как к Венере подошел очередной наш летательный аппарат, хотел спуститься, значит, и тут подходит к нему инхума, вот такая вот сигара, там видно, она на мгновение показалась, хлопнулась его туда внутрь, утащила все, он исчез. Так вот, не надо никуда рваться, в смысле, Венеру для нас приготовят, и нас вы даже не заметите, как раз и окажетесь, потому что скачает это, что называется, электронное излучение каждого, кому, кто нужен. Вот, ну, это другой разговор, да? И все, и перебросят туда, там, по каналу. И все, он окажет, вот они как сбросили на Теньшанский массив, вот туда, который я говорил, на Горно-Бадахшанскую область, это самое, сбросили туда, в Гендукуш, в Накопитель, вот оттуда пошло, в смысле души электронные, вот человек родился на, все на, на, номер на, номер на, и пошел, пошел. То есть, я что говорю, на Луну лезть тоже не надо, американцы не были на Луне, это однозначно, они там это все, у них, так сказать, это фейк, что они там на Луну слетали и так далее. Луну на Луну никто не пустит, это такой агрегат, он похлеще, чем атомная станция для нас, вот так она защищается. Так, ладно, мы сейчас уйдем в другую. Да, в общем, короче, я на твой вопрос, где взять, покушать, и где это самое, все, я говорю. Где-то самое-самое главное для многих будет, имею в виду. Да, все, пошел. Самое главное для нас хранилище генофонда. Вот хранилище генофонда, я сверял, кстати, по многим, не больше трех источников, штук пять, это древние вот эти вот сказания и эпосы, они остались те, которые были и до потопа, они запасались люди, это были серьезные люди. И, видимо, так сказать, поскольку они знали там и те катаклизмы, они так и остались, они обязательно будут. Это на том же месте, потому что, ну, кто-то должен был, передавая, передается там все. Вот сразу говорю, я называл несколько раз Мургаб, это восточный Таджикистан, горно-бадахшанская область, он самый закрытый, самый неисследованный район бывшего СССР. И вообще карту, которая есть, составляли с помощью военных самолетов, фотоавиаразведок. Там, как были босмачи, так до сих пор там они остались. Ну, потом работали уже спутники, но наши пограничники, я должен, там были, я когда искал, я нашел замполита вот этого, ну, там же все пограничные эти участки, они там объединяются в какой-то там центр у них есть. И там это самое, был такой, вот черт, вот фамилия вылетела, как с фамилиями, как не везет. В общем, замполита этого я нашел, ему уже под 80 лет, но он в Москве, он встречался, его, так сказать, нашел разрешение, спросил у него этот новосибирский проводник, на который я часто встречаюсь, то есть часто на него ссылаюсь, он нашел, он даже выделил пограничников, ему, так сказать, помочь. Вот, Полетаев, вспомнил, Полетаев, он сейчас генерал-майор, вот, значит, он, он показал ему, там, ну, куда ему там идти, он дорогу спрашивал, и просил разрешение, можно там побывать, ну, по проводнику, он говорит, ну, иди, вот, все, значит, там он, и он прошел в очень интересный такой пограничный угол, кто хочет, может посмотреть карту, схода границ пяти стран, там есть такой, СССР, Китай, Афганистан, Пакистан и Индия, там, там называется, так, в узких кругах, такая, древнейшая торговая дорога на Хатан, а, что интересно, дорога на Хатан, она через перевал там проходит, и ты очутишься в Китае, ни в Пакистане, ни в Индии, не, там можно, там есть, и можно в Индию попасть, но все стремились в Китай, это кратчайший путь был, а Хатан, это китайский город, но он уйгут, точнее, уйгурский город, но он находится весьма далеко, он там близко, ближе к Тибету, чем, скажем, к Таджикистану, но почему-то она называется дорога на Хатан, ну, то, что древние называли, значит, ладно, вот, и там, в общем, как вы понимаете, это горы, что там, шесть километров, пять, шесть километров высота, там, какие границы, ну, сейчас там есть, конечно, там электроника, все, спутники работают, вот, значит, когда там ходил этот новосибирский проводник, Борис Андреев, он, он как раз, он, я говорил уже, что он мне карту подарил, все, значит, я, ну, там сколько, возился, возился, все мимо, это самое, что такое Хатан, Хатан, а он мне говорит, это не горы, это вот перевал, такая, какая-то, какая-то точка есть, которая называется Хатан, город там, понятно, там где-то называется, он может и не Хатан, написан, а вот Хатан, я когда взял, что-то случайно перевел, Хатан, желтый восход, а надо помнить, большую образность древнего языка, понимаете, так называется, описывается вообще, рождение человека, как восход солнца, так и появление солнца, так и появление человека, это вот желтый восход, в общем, я не буду говорить точку, но там проводник нашел два кладбища, во-первых, снежных людей, это действительно кладбища, они хорошо ухожены, хорошо, ну, изготовлены, все это, это не дикие люди, снежные люди, это одна из четырех цивилизаций, которая была на земле, вот одна рептилоиды, вот снежные люди, когда в Махабхарате, в Рамаяме, описывается битва людей, вот этих богов там, Индра и так далее, с этими, с обезьянами, так вот это, они так и описывают снежных людей, а потом обезьяны, как бы, за хороших людей, стали воевать, и они проложили от Индии, помните, дорогу на Индонезию, там такая широченная, из камней выложенная, насыпанная дорога, которую сейчас хотят взорвать, чтобы корабли там ходили, ну, это для дураков, ладно, дураки все только взорвать, так вот, он нашел два кладбища, и там же он нашел вход в хранилище генофонда, как он нашел, запогнались за мной китайские охранники опиумных полей, там такие, как бы, альпийские луганы, высоте три километра, да, очень хорошие, там что, вода, самое главное, очень много росы, вот, когда много росы, это жизнь, понимаете, и вот, и там растет маг, так сказать, тот, тот дикий маг, очень высококачественный опиум он дает, а там китайцы его, они давно уже там, эти опиумные войны, и он, в общем, короче, значит, вот, чтобы спастись от погони, проводник, он говорит, я подбежал, там обрыв, а они уже начали стрелять, и он на руках, ну, он такой мужик, крепкий был, ну, понятно, что он когда ходил по горам, 40 лет, он на руках, на 100 метров ниже спустился, ну, говорит, вешу, он говорит, сейчас гранату бросят, или что-то, а там обрыв поднимет, ну, чуть ли не километр, ну, просто, ну, жить заходим, и говорит, тут расщелина, карниз, я, говорит, на этот карниз упал, а сверху стреляет вниз, ну, я, говорит, и там идет вход в такой, говорит, вижу карниз, он руками сделан, но как к нему, ну, я, говорит, туда, что называется, запротиснулся, зашел, вот, ну, это обычно, когда начинаешь о горах рассказывать, есть горы, есть пещеры, это обычное дело, и, говорит, меня что поразило, такая очень пыльная пещера, просто пыль лежит там чуть ли не по колено, вот, он, он сразу, ну, поскольку опыт был, сообразил, что пещера древнеискусственная, вот, он пошел по ней вглубь, вот это, кстати, я этот кусок убрал из его, я опубликовал в трех книгах уже его исповедь проводника, ну, кое-что я оттуда убрал, ну, это фактаж, который, скажем, не должен быть известен тем же, ну, в общем, американцам, вот, значит, и там, говорит, были ступеньки, надо было пройти, там была такая река, выдолбленная, ну, понятно, что искусственная в полу, два метра ширина, вода чистая, там был где-то полметра всего, но проточная, и вот он увидел, что на дне лежат камни, как обычный галечник, но все одинаковые, где-то, вот, ну, говорит, как куриное яйцо, чуть побольше, он одинаковый, говорит, такой, коричневатого цвета, светло-желтого, а река вытекала из глубокого озера, в общем, и пропадала в расщелине, и все, ну, самое главное, что движение постоянно, вот, и вот он потом не жалел, что не взял, просто все такое, чтобы узнать, что это за камень, что такое генофон, ну, в смысле, что он обозначает, но это хранилище генофонда, я уже, то, что они в камнях, вот, действительно, камень, ну, правда, непонятно, гранитный, или там, какой-нибудь, что за галька, ну, галечник, трудно определить, что это, но генофон, закатом, всегда в камнях, понимаете, не надо думать, что какие-то лаборатории, у них все до того просто было сделано, вот вода, и вот камень, все, ну, технологию, как получить, это там совсем очень просто, не надо никаких, ну, лаборатория какая-то нужна, конечно, простенькая, примитивная, это потом, это не этого обсуждения, я главное говорю, что вот он там нашел, вот, конечно, если бы он вынул и принес, но я не думаю, что там, что-то случилось, без воды, он бы принес, ну, я думаю, что он потом бы просто выбросил его, он такой несколько человек, резкий, как сказать, неромантик, во всяком случае, вот, самое главное запомнить, что все хранилища, они так остались, как и есть, про Гиндукуш я говорил, он там недалеко, этот Гиндукуш находится от Мургаба, вот, и я там не могу сказать, где конкретно, потому что просто я, честно говоря, не знаю, сам Гиндукуш, вот называется перевал, я его перевел, что это хранилище электронных душ, Куш это загон хранилища, хлев можно назвать, ну, там девять вариантов, но есть Топоним, значит, и там идет караванная тропа через перевал, через Гиндукуш, это известный тоже, древнейший путь такой, по горам, раньше тут по горам ходили, и вот там... Владимир Павлович, вот все, что ты расскажешь, здорово, но вот я говорю, вот как нам, простым людям, не оказаться в той ситуации, если вдруг сверху какой-нибудь протуберамбец или что-то там еще, спустится на нас, и в течение трех дней будет здесь все палить, нам-то куда деваться, и когда, вот все-таки, все-таки, ну, пришел в горы я, и чего, пещера, ау, сим-сим откройся, и что, передо мной все раскроется, мне же нужно знать точно, куда спуститься, куда прийти, что с собой взять, сколько мисок, ложек, там, палатку, спальник, трусы, носки, и так далее, перечень необходим, как с Яснова, как с собой, чего брать, Это готовиться надо не как в поход, на рыбалку или там... В общем, грузовик загружаем и едем, да, и там... Они это, сейчас вот сколько москвичей, сколько я знаю, они переселяются на Алтай, в Хакасию, вот, правда, почему-то встреч... Ну, я знаю, почему встречный поток идет, переселенцев оттуда, но вот сколько из России, из середины России потихоньку... Ну, это надо деньги. Перебирается, вот, очень много на Алтае, там, очень много сейчас... Ну, хорошо, на Алтае приехать еще не означает, что ты будешь спасен. Недостаточно приехать рядом с местом, надо знать, где это место конкретно. У меня был знаком один, который рассказывал, как он умирал с голоду, а оказалось, что в соседней комнате стоял холодильник, полный набитый, бабушка просто забыла ключик от этой комнаты открыть, и своему внуку чуть не дать, ну, забыла отдать. Понимаешь? На Алтае это белуха, там даже к бабке не ходит, она же так и называется. Ну, опять же, белуха, ну, это длинная же, все-таки река, наверное, да? Сейчас я скажу. Вот давай как-то... Здесь порядок мне, это самое, у меня написано, надо по порядочку рассказывать людям, чтобы добраться, ну, чтобы какая-то драматургия была в разговоре. Мы там такую же драматургию тут закрутили, ты чего? Уже, наверное, мастер и Маргарита рядом не лежат. Я говорю, что хорошо, вот, это самое, давайте так, последнее я сейчас скажу про еще, мало ли что, вы знаете, как это самое, надо знать все, либо не знать ничего, среднего в этом случае не дано. Давай все, ладно. Вот, это Кайласский отрок Теньшани, гора Кайлас, ну, которая называется там Три Шумеру, Третий Сумер, у нас Эльбрус, первый Сумер, вообще сейчас считается, она находится в хребке, и вот сюда, в сторону Индии, на юг, 50 километров от горы Кайлас, там на высоте трех километров, он на карте поставил точку, где находится опять пещера искусственная, и опять носители генофонда, я, по-моему, рассказывал, они не в виде камней, а там сидят люди, вот так, разные вообще, там видно нескольких цивилизаций, сидят, это то, о чем рассказывала, писала Блаватская, но она не видела, а он это видел, этот мужик вообще, он сам придет, летом ходит, зимой, летом придет, сделает свои эти самые лекарства, продаст, снимет на два дня, на выходные, это самое, Дом культуры в Первомайке, это в Новосибирске, ну, наконечность города такая, вот, там все туда съезжаются, он им продает свои лекарства, от рака, он от рака, от рака и от сложных переломов лечил, все продал, окупил, в общем, только никакой, не заработал, просто окупил свою, и идет, работает экскаваторщиком, либо бульдозеристом, ну, представьте себе, какой человек, там, у меня же в книгах все написано, как, она с белой дамой с севера, она его просила, приведи кого-нибудь умного, они общались с телепатическими, а он говорит, я с кольким обращался, и к академикам ходил, они говорят, это меня, смотри, там пальцем у виска, иди отсюда, в общем, бульдозеристы привел, да? Да, так вот, короче, это вот там, там еще одна, они залиты вот этим кальциевым, сталагмитовым составом, кальций, это вечное хранение, там можно, я и с японцами, они разговаривают, они согласны, хоть завтра летят, это самое, туда, если китайцы, японцы китайцев не пустят, то есть китайцы японцев не пустят, они говорили, давайте вы, федицию мы все оплатим, сколько? Я говорю, 10 миллионов, 10 миллионов оплатим, ну, если имеется в виду доллар, то не суть, ну, в общем, он мне отметил это точкой, главное, это была первая наша встреча, он сразу рассказал, и смотрит на меня, а я говорю, все правильно, все так и должно быть, он говорит, ты не думаешь, что я там пьяница, я говорю, ну, зачем, выпивать каждый, вот этот фактаж никто не знает, ты знаешь, вот теперь я знаю, что вот там он есть, но я знаю, как прячут, ну, людей заливается, в общем, на Урал, вот давайте нашу, это буду говорить, Урал, это район Челябинска, понятие чаляб на арабском языке обозначает ученый, ученый, это еще не обязательно, что там где-то сидел один человек на пригорке, и говорил, раз, два, три, четыре, пять, это будет вот арабская численность, нет, там был университет, ну, почему арабская, потому что арабские купцы шастали по Сибири еще 3000 лет назад, как и по Индии, по Уралу, они торговали, это же, торговля, пределов не имеет, вот оно, он находится, конечно, этот университет не на месте города, а повыше его, я бы, вот мы поражаемся, что всякие китайские монастыри, типа Шаолини, они находятся всегда высоко в горах, и туда попасть непросто, но надо знать, что это монастыри, вот, например, тот же Шаолини, он не китайский, они его просто прихватизировали, эту точку, там когда-то были древние, с каких времен, вы представляете, в горах постройки, построить что-то, потом надо, значит, знать, вот, что на Урале, вот по топонимам и по гидронимам, таких монастырей, ну, я в кавычки беру монастырей, таких университетов, я отыскал шесть, но не из таких, вот, как, скажем, Шаолин, я не буду переводить, это с понятием лап, ну, как чалап, да, лап, это спрятано, закрыто Богом, понятие лап, вот, я, честно говоря, вот сейчас сижу, разговариваю, думаю, блин, наверное, придется покаяться, вот покаюсь, я, по моей подсказке, некоторые искатели, из тех краев, они побывали в том монастыре, на Урале, вот возле Челяба, и нашли там числительную доску, но я об этом, честно, написал, все, что я подсказал, они нашли, и куда они дели, я не знаю, она там такая, ну, доска где-то примерно 60 на 60 сантиметров, это нечто, вот, как, либо счеты, либо арифмометр, она, говорит, как бы намагничена, и по ней сами ездят плоские камешки, там, четырех цветов, вот, и что-то они говорят, мы, мы не понимаем, что они вычисляют, но камни можно снять, все, 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 в смысле, с доски убрать, выбросить, все, ну, они такие, это самое, там, четырехугольные, камешки такие, говорит, сантиметр на сантиметр примерно, а мы, говорит, попробовали там, ну, одинаковые составили, смотрим, говорит, у нас получилось 2 плюс 2, в общем, вот так, но суть важна, во всяком случае, вот, и там, а это такие, я говорил про Шумер, про Шумер, что это университеты, так вот, на Урале, я говорю, что шесть университетов таких стоят, и они, когда еще он назывался Рифейский, Рифейский город, и стоял не сейчас, как вертикально у нас на карте, он почти горизонтально, когда полюс был на месте Гудзонова залива, и почему Рифейский, от слова Рифы, потому что затопление шло на высоте километра, вода стояла, последний поток был, на высоте километра, я не так говорю, любой, кто лазил по горам, он скажет, что видно, вот эту точку, на которой долго стояла вода, потом уходила, ну, она же отмечается, в той же Южной Америке, там везде вот эти моллюски, и у нас моллюски находят, морские, но это не суть важна, в Сибири вообще, вот, ту часть, которая не исследована, так как в европейской части, я там обнаружил, по топонимам, гидронимам, естественно, по народным сказаниям, это, конечно, Алтай, о котором мы говорили, это район горы Белуха, вообще, коротко уже буду торопиться, там есть такое место, оно называется, Кадын-Бажи, Кадын-Бажи, это знаменитое, а скажи алтайцам, они там сразу на колени упадут, богу, но это понятие искажено алтайскими, тюркскими языками, там же тусовались, много, алтайцы говорят, что из этого места берет начало река Катунь, ну, пусть она берет, хотя она оттуда не берет, а может, вы знаете, как, 10 тысяч лет назад она с того места брала, это высота, где 2 километра, там, где кончается ледник, он называется Путь, Белый Путь, как ледник, ну, на тюркском, Аккем, вот, где кончаются ледники, вот там, Кадын-Бажи, кто был там, я разговаривал, там есть люди, которые были, они говорят, вообще там, видно, что-то надо, говорит, внутрь открывать, какие-то камни отодвигать, но, говорит, то, что там находиться, как-то нехорошо, ну, не так, как, ну, они лазили по горам, альпинисты, там, спелеологи, как-то нехорошо, как Алтайская пещера, там, Козылкак, там вообще, не подойдешь, и там тебе сразу в голове чудится, что черный шаман сейчас выйдет, страх, ну, в общем, как-то нехорошо, вот там, но, Кадын-Бажи, вот, переводится, берете, вы же понимаете, что берешь название, переводишь, и все, вот, грубо говоря, его надо прочитать так, Кадын-Баги, то есть оттуда, перевод такой, оттуда, откуда вылетает красный огонь богов, а красный огонь, это огонь размножения, ну, любовь, например, можно описать, красный огонь, понимаете, зажигается, красный огонь, цвет крови, цвет размножения, скажем, ведь в одном из Евангелий, апокрифических, там Архангел Гавриил, направил в сторону Девы Марии, значит, красный огонь, ну, посвятил ей красным огнем, а она понесла, и вообще, родила, но осталась девственница, ну, ладно. И тут все и началось, у нас музыкальная пауза подобралась. А можно попросить? А? Фразу можешь закончить? Да, 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 кстати, почему я могу утверждать жестоко, железно, 12 томов, у академик Сур-Азаков, он Сур-Аз-Ак, русский, Сур-Рус, русский, Аз, ну, небесный, с небесным этим, да, священный, Ак, это священный, святой, действительно, у него такая заслуга, ему хоть бы кто, что-нибудь, он собрал, да там сидеть сто лет, мне только заниматься, что он там выкопал, ну, ладно, так вот туда эти, почему я начал, туда, на Кадын-Бажир, к этому месту, представьте себе, по леднику подниматься, алтайские девушки, он сам мне это говорил, они еще, и после, после революции было, ходили туда, ну, раньше, в древности вообще, вот, когда, даже в далекой древности, когда возле алтайских гор, плавали киты, вы представляете себе, как алтайские девушки, чтобы получить себе хорошее, крепкое потомство, и возвращались с младенцами, которые были белолицами, и, конечно, здоровыми, давайте теперь, а можно услышать это самое, четвертые сутки пылает станица? Какой ты, оказывается? А как? Нет, у меня задумана другая песня, но, кто я такой? Кто ж ты такой? Вот мы сейчас все про тебя узнаем, дело в том, что до этого, вот я не сказал, как песня называется, и не сказал специально, которая была в предыдущей музыкальной паузе, для того, чтобы те, кто еще в чат не входили, и для тех, кто еще эфир живьем не слушает, поняли, насколько они теряют в этой жизни, и что они теряют в этой жизни, и у них эта интрига, вот теперь будет сидеть, что ж там слушали-то, потому что в записи все же музыкальные паузы вырезаются, вот, а в этот раз, в этот раз, мы будем слушать песню, которая также русская народная, о войне, ее часто поют люди, сидя за столом, в некоторых фильмах тоже ее озвучивают, песня протяжная, песня тризна, можно ее даже так сказать, так что, конечно, не про пылание станиц, но что-то в этом есть, давайте послушаем, и убедимся, насколько же красивая наша русская музыка. Вы слушаете Народное Славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 17 мая 2016 года, вторник, по одному из старинных 36-й день месяца. Спасибо на речение. 7524-го лета, тоже вторник. Пишут мне, Алексей, не надо таких песен. Не люблю песни про смерть. Так это же, как сказать, нету смерти в этой жизни. Все это так, иллюзия. Смерти своей вы не обнаружите, только окружение ее наблюдаете. Надо философских жизней относиться, и тогда все будет намного интереснее в этой жизни. А я напоминаю, что мы говорим про древние артефакты, планеты. И главный сведущий, Дегтярев Владимир Николаевич. Напоминаю, Владимир Николаевич, что времени-то у нас уже много, а вопросов того больше. И надо на все ответить. Так что, если есть что-то тебе сказать, то ты с этим-то и прицелым и говори. Не так долго, чтобы было все. Шесть минут. Шесть минут. Я засек, время пошло. Хорошо, пошли. Значит, вот тому, кто говорил, что не надо о смерти, черный ворон у русских, черный вообще цвет, он обозначает вечную жизнь. В смысле, жизнь. Это не надо. У белый цвет у них там, русские же шли по Сибири, они жили в той стороне. Там везде белый цвет, цвет смерти. А у нас наоборот, у славян, восточных славян, это самое, у нас этот самый, атакующий сокол, рурик, рурик, ик, это удар, отпечаток, удар, ну, атакующий, сокол атакующий, рур, сокол, белый сокол такой. Это самое, у нас он такой был, вроде вестника такого, у арабов гураба, черный, облитый этой самой, не нефтью, а вот этой, битумом обделанный, торгово-военный купеческий, такой купеческо-военный корабль, где они ходили на нем в Англию, на гураба, и брали там олово, себе для, ну, понятно, а у них был вообще военный корабль, вот эта машина была, муссатах, ой, какая, он так до того красивый, до того мощный, 200 воинов пряталось, представьте, в 2000 лет назад, корабль, они были вообще мореходы, страшно, я говорю об арабах, араб, а не арабах, вот это вот самое главное, так что черный ворон, это, это не надо там, что, Эдгар Потт, там у него черный ворон, черный ворон, это был вестник, так сказать, ну, тревожный вестник, скажем так, он работал на русских, этот в Большой Эдде, в Малой Эдде, у Снорис Нурлсона, там этих скандов, эти скандинавские все истории, они перелопачены, но все равно, там тоже черный ворон, он положительный герой, это во-первых, ладно, закончим с этим, с хранилищами, с хранилищами, я, я потому что, в конце-то я все-таки тебе приберег, ну, как открыть, ну, что сделать, я все скажу, но не томи, не томи, давай, не томи, все, на самом севере, есть такой город Тикси, ну, знаю, там недалеко от этого, Дудинка, Дудинка, когда пишут, на картах, смотрите, читают, Дубинка, ну, думаю, и, в общем, пара слов без падежей, Дудинка, это Дудин, Душдин, это Бог, Боги, Дудуша, Дудинка, значит, шахта, где спрятана, душа Бога, а вот город Тикси, это вообще очень древний центр накопителей, хранилища именно человеческого генофонда, причем замороженного, вот я вам говорил, что, скажем, они в камнях хранятся, там хранятся, там прямо вот человека, замораживают, заливают этим кальцием, пожалуйста, вот готовый вам сидит, все ищите, и вот здесь, но я здесь не знаю, как, но это, как криогенное хранилище, видимо, я так думаю, что именно оттуда был вынут генофонд народа Ниппан, Ниппаун, японцев, потому что понятие Тикси, оно страшно искажено местными жителями, вот аборигенами, язык, ну, короткая глотка, на морозе долго не поговоришь, поэтому они у них, если кто-то с ними разговаривал, там вообще, ну ладно, на самом деле, Ти-Ик-Зи, Ти-Ик-Зи, Ик-Зи, отпечаток замороженной жизни, жизнь, Ти-Жизнь, Ик-Отпечаток, Зи, заморожена, то есть замороженный отпечаток жизни, и вот чтобы определить, где там хранилище генофонда, надо туда ехать, потому что по сопутствующим топонимам и гидронимам, и древних карт старинных нету, сколько мне искали, не нашли, а по современным картам, где они заменены вообще с приходом русских, перевод там, да там вообще мало чего, такого вот, чтобы было интересно русским, они оставили там, ну ладно, это топонима и такая сложная, ее надо писать, чтобы видели, вот, во всяком случае, вот он город Тикси, там приехал, поискал, нашел, потому что представляешь, что искать, это вот такой, ну какое-то хранилище, я чуть дальше, я об этом все расскажу, есть такие накопители генофонда в Крыму и в Казахстане, они называются одинаково, под Алма-Атой и в Крыму там, ну где-то Симферополь там недалеко, это огромные накопители, их строил и создавал, бог дракон, я же говорил, что ему принадлежала эта часть, вот это была граница, Крым, Греция, там, Эллада, Эллин, Эллин это, Эль это артикль бога дракона, летающий, вот, Эллин, граница летающего бога, и Эллада это спрятанный, то есть круглый, точнее, не круглый, это самое, спрятанный алтарь дракона, Эллада, летающего бога спрятанный алтарь, они какие-то там греки, Греции, жрецы, мне вообще, ладно, в Крыму, вот смотрите, скажем, все знают про этот, Баальбекская веранда, это был, когда там, потому что не было вулкана, из гигантских, этих, мощных таких, блоков по тысяче тонн, весом складывали стартовый комплекс для тяжелого Денгира, Денгир ракета богов, вот те, которые толкают, это самое, кору земли, они не использовались, как транспортные корабли, они как раз использовались только для управления землей, понимаете, они потом сгорали, видимо, или что, он не садился назад, он просто оттуда, но если он стартовал, то он стартовал, короче, значит, там самое главное, значит, Баальбекская веранда, ну, значит, тогда и у бога дракона, у бога быка, Баал, должна быть какая-то, ну, стартовый комплекс, и вот в Крыму, сколько я спрашиваю, ребят, а где у вас там стартовый комплекс бога дракона, ты что смеешься, какой тут бог, какой дракон, ты что, там подземные туннели огромные, там что, а я говорю, а что такое-то, аэропорт у вас есть военный, Бельбек, да, говорит, а что, я говорю, Белбек, да, у нас Баалбек, Баалбекская веранда, Баалбек, Баалповелитель, он, ну, все там четыре этих, это самое, Баалбек, а Бейл, бог дракона, или там, Энлили и так далее, его имя Бейлбек, ну, Бейл, производитель, кстати, Бе, это производитель, он же был генным инженером, очень мощнейшим, ну, все, он любым инженером был, он все мог производить, но вот такая штука, в общем, там недалеко этот находится, то, что скрыт, ну, там долго, не то, что долго, время уже нет, рассказывать, где находится стартовый комплекс, он, конечно, пустой, там уже ушел этот, значит, в Крыму находятся хранилища зверей, людей и зверей, а в Казахстане только хранилища генофонда зверей и растений, это все по топонимам четко читается, все-все-все-все-все-все, там такие, вот он строил, у него, ну, представьте себе, скажем, из гранитных плит, он выкладывал, как бы перевернутую лодку, да, ну, можете себе представить, ну, скажем, длиной 200 метров, и так она уложена, уложена, такими плитами гранитными, потом засыпана землей, это им делать было, засыпать землей, один заход инхумы, она 600 тысяч кубов высыпает, все, засыпано, курган, вот таким образом, я, значит, не буду рассказывать накопители и хранилища генофонда вне пределов досягаемости наших российских возможностей, потому что там, ну, вообще сказать-то надо обязательно, это полуостров Юкатан, Перу и Египет, один пример я приведу, вот, ищут затерянный город Эльдорадо, пять сотен лет ищу, там, сотни миллионов долларов выбрать, но это ведь не название города, это просто название действия, понимаете, когда бог вот этот вот Кецалькаатль собирал дань, ну, дракон, ну, там его назвали, Кецалькаатль летающий, он садился на своем гегерлахе, это по классификации уфологов, это тарелка, которая 200 метров в диаметре, мощная, его называли еще огненный орел, вот тарелка садилась, ну, может быть, даже не садилась, подвисала где надо, и начинал Дорадо, Дорадо, Эль, я же вам говорил, что артикль летающий, вот прилетает летающий, и начинает, ДО это звук, РА свет, ДО звук, это помните, потом это все перешло в нотную грамоту, ДО РЭ МИ ФА СО ЛА СИТ, я ее перевел ноту, значит, и люди туда тащили золото, что он вот золото забирал и улетал, все, он в следующий раз мог, то есть города никакой точки не было, но вот он прилетел, скажем, сутки, там другие висит, приходит собирать золото, ну, не суть важна, но в километре, значит, есть такой другой город, он называется Саксай-Уаман, они все там от этого города, все балдеют, потому что он выложен из огромных камней, литых камней, как будто кто-то их из пластилина вылепил, сложил, но это тоже не название города, это описание дороги, Сак это дорога, Сай это понятие священное, Саксай, священная дорога, но она ведет, вы понимаете, она ведет в никуда, в обрыв, а там внизу озеро, вот, у меня, в общем, последние слоги, у меня не Саксай, есть Сакма, в Казахстане он Сакма, это лошади вытаптывает Сакму, а в Южной Америке Сакбе, вот они строили Сакбе дороги, это дороги, которые 20 тысяч километров выложены, причем параллельные дороги, одна по Паразилию, Аргентину, ну, вдоль Ант, а другая в предгорьях Ант, они между собой соединяются, из космоса это прекрасно видно, дороги прекрасно сохранились, с которыми, я не знаю, сколько им тысяч лет, так вот понятие Уаман, это я сразу, ну, просто, что называется, у меня глаза выволакиваются, хотите верьте, хотите нет, водяные белые великаны, то есть идет описание, кто строил такой город, потому что человечку, причем водяные великаны, я тут, знаете, я сам, так сказать, не, ну, я примерно знаю, почему так, потому что там есть еще одна, топоним, но я не буду о нем уже говорить, в общем, в этом озере золото, вот если кто хочет, то пусть там поныряет, ну, американцы могут поныряют, это озеро потом защитили вот этой стеной, говорят, это город, Саксай, и Уаман, ну, вот, там другое дело, что была лаборатория, вот, Мачу-Пикчу, вот она, то, что нужно, если они хотят, но там еще одна точка, она прямо говорит, что здесь спрятан этот самый генофонд, но я ее называть не буду, я американцам ничего не дам. Да фигу им, я правильно тебя понял, мы зашифруем, сами придем, как в том, в анекдоте, да, как два быка, там, медленно спустимся, и сами все возьмем, весь генофонд. Им туда не надо, закрытый порт Владивосток, закрыто все, им туда не надо. Да ты еще и поэт, да, Высоцкий, Высоцкий, цитируешь, да, ну, хранилищ много, это, в общем, они прикрыты, это самое, значит, что я должен сказать, как искать, вот смотри, элементарно, вы это все знаете, должен я сказать, уважаемые, судари и сударыни, слушатели, вот смотрите, есть понятие вар, вся в Европе, вар это война, вар это война, ой, да нет, Варшава, или город Варна, коренное понятие, вар, подземелье, третья цивилизация, выжила от холода, в варах, вар, вот эти вот подземелья, которые были приготовлены, у нас что есть, я одно могу, только один я скажу, я их посмотрел, сколько их, они идут так лентой, вар, 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 ну вот эти варвары, кстати, варвар, ты вышедший из варов, то ты будешь, если ты с подземелья поднимешься, увидишь солнце, и увидишь, что бегает какой-то, на двух ногах, но жирненькая, вкусненькая, наверное, его быстро дубинкой по башке и на костюме, вы же понимаете, что такое прожить три поколения, например, в варах, в этих подземельях, так вот у нас, я скажу, что там знаменитая песня, есть еще мчится поезд в Воркута-Ленинград, там неправильно, ну специально может искажено в Воркута, на самом деле пишется вар, варкут, холм, где вары, вход в вары, я посмотрел по топонимам, я их не буду здесь приводить, а у них там все вокруг, вот в этого города, это же северный город, это он уже входит в то, что называется территория Гипербореи, ну так мне не нравится, это греческое название, там другое, ну в общем молочный океан, пока остановим, я найду, у них центр был этот самый, Таймыр, но не Таймыр, кто его назвал Таймыром, полуостров этот гигантский, на самом деле его древнее название Табин, сердце, ну как столица, да, примерно. Шесть минут твои растянулись уже на 20 минут почти. Все, 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 я сказал, я закончил все. Понятно. А ты закончил, теперь предоставим нашим радиослушателям возможность тебя помочь, вопрос тебе позадавать. А можно я чаю налью? Наливай, ладно, наливай чаю, я пока скажу нашим радиослушателям, пока ты там чай наливаешь, о том, что, вот, у нас очень часто бывает такое, что приходит человек, начинает свои гипотезы высказывать, свои наблюдения, какие-то свои версии. И очень часто такое случается, что люди, привыкшие к одной какой-то гипотезе, которую им навязали, к одной какой-то сказке, которую им когда-то рассказали, они с трудом или верят, или не верят вообще, или начинают посмеиваться. Ну, во-первых, временно все расставят по своим местам, все рассудят, осталось какие-то 60 лет там максимум нам ждать, может завтра случится, а может через 60 лет. Вот-вот уже тут все на носу, так сказать. Так что время все расставят, но, вот что мне нравится таких позитивных людей, как Владимир Николаевич, о том, что, ну, надо быть готовым ко всему. Вот когда Трехлебова ругали про то, что Нибиру не пролетело, чего он там всем рассказывал, а ведь посмотрите, сколько людей взялось за ум, сколько людей начали жить на земле, построили дома, обзавелись хорошими семьями, научились взращивать урожай на землю, хоронить его, жены там у них появились, знаете, про мужчин, у женщин мужья появились, дети уже там родились. Скажите мне, пожалуйста, что было плохого в том, что Алексей Васильевич рассказал про эту Нибиру? Что было плохого в том, что он сказал, вот как пойдет, так и пойдет. Возможно, мы проснемся, и эта Нибира там мимо пролетит, мы даже ее не заметим. А может быть, будет так, что тут все наперекосяк пойдет. Но ведь эти все предупреждения пошли на пользу. Те люди, которые взялись за ум, они начали строить, что-то жить на земле. Здоровые дети у них родились. Ну, кто поглупее был, те там запаслись тоннами гречки, потом ее распродавали. Вот. Но те, кто совсем ни во что не верил, так вот скажем, ну что, ну, остались они жить, как жили. Ничего нового в их жизни не появилось. Так что, можно ругать кого угодно. Можно ругать как угодно и сколько угодно. Вопрос, что умный человек, что разумный человек может вынести из любой информации. Если он разумный, то любая информация для него будет полезна. А если он, ну, совсем не умный, то в этом случае даже самая-самая точная информация для него будет бесполезной. Вот в этом вся и заключается, что ковинг это интересная. Что разумность, она живет вместе с совестью, когда мы получаем вот эту самую весть, да, и в этом случае все у нас идет так, как надо, по нашему божескому плану. И здесь был наверху такой указующий перст от одного из наших, ну, можно сказать, читателей, слушателей, который будет, кстати, завтра у нас выступать, насколько я помню. он написал, не верьте вы всем вот этим вот там, которые выступают, пугают. Если живете по совести, если у вас все правильно и хорошо, то в этом случае и что там бояться-то? Ну, вот нашел это сообщение. Не верьте тем предсказателям, которые запугают будущим и катаклизмами, и прочими страшилками. Таким предсказателям большую клизму мозги делать нужно. Наше будущее светлое и чудесное, ибо кто пребывает под покровом богов, богиня рода, он все бога, тот застрахован от разрушения. Ничего другого не добавишь. Вот все точно сказано. Если вы живете по совести, ладу с природой, если учтите богов и великомудрых предков наших, если вы на стороне богов, то кто против вас? Но если вас боги сюда направили, если вы дали согласие здесь оказаться, если вы живете по тому сценарию, который задуман, если вы понимаете свое предзначение в жизни, в этом случае разве допустят те, кто вас сюда послал с вашего же соглашения, чтобы здесь что-то произошло, не то, что должно произойти с вами. Да, конечно же, не допустят. Поэтому мы, слушая Владимира Николаевича, обращаем внимание на эти моменты. И, как в одной известной притче, когда один мудрец сказал своему ученику, вот с тобой всегда разговаривает бог. Вот всегда, абсолютно. Вот просто слушай голос бога и все. Но тот идет, говорит, я слушаю голос бога, слушаю голос бога, но ничего не слышит. И вдруг на встречу бежит бешеный, сбесившийся слон с погонщиком наверху, с мальчиком. Мальчик кричит, осторожно, осторожно, слон сбесился, уходите все. А этот говорит, вот бог мне скажет, бог меня спасет, бог меня предупредит и не уходит с дороги. А тот ближе подходит, давай, давай, мужик, уходи скорее, сбесился слон. Тот, нет, нет, мне бог должен сказать. Ну, естественно, слон его отцепанул, на бивне поднял, об землю ударил и дальше побежал. Ну, его там откачали в больнице, приходит к нему, нет, мудрец-учитель говорит, что ж ты слон в сторону-то нашел? Так я, говорит, ждал, когда мне бог скажет. Он говорит, эй, дружище, бог может говорить разными людьми, через разных людей, разными устами, разными словами. Чего ж ты не слушал-то? Как раз в этот момент с тобой бог через мальчика и говорил. Так что, как говорит еще восточная мудрость, на Аллаха надейся, верблюда привязывай. Вот поэтому слушайте, улыбаться, может быть, и улыбайтесь, но, как сказать, смех без причины, признак не всегда хороший. Как говорила мама одному сыночку, странно смеешься, дурачком, наверное, растешь. Итак, давайте-ка мы сейчас перейдем уже к вопросам. Чайку налил, пока я тут замещал тебя, отлично. Значит, конфероссия выступил, теперь объявляет. Итак, мы переходим к вопросам Дегтярева Владимира Николаевича от наших радиослушателей, которые вопросы задавались в чате. Кстати, мне тут напомнили, а что про чат-то сказала, про форумы, про социальную сеть не напомнила. Напоминаю, на сайте Народного славянского радио, только никому не рассказывайте, это для своих, работает славянская социальная сеть, специальная сеть славянская, социальная, где все для своих. Вот только никому, никому не рассказывайте, только своим. Итак, Игорь, этот вопрос в эфир. И все-таки, почему вы опираетесь именно на древнейшую мерзкую мифологию и терминологию? Она более точная и более правдивая? Да, самая последняя, более правдивая. Дело в том, что, как сказать, прорваться, например, через Махабхарату, образность, там уже переведено на индийские, на какие-то индийские образы, это понятно им, но не нам. А в шумерах это, ну как, когда написано, например, в учебнике математики 2 плюс 2 это равно 2, или 2 умножить на 2 равно 2, это учебник математики, где все четко, точно сказали, вот они так и работали. Они ничего не придумывали, у них не, почему я так могу сказать, потому что я сравнивал их информацию, сравнивал, ну, во всяком случае, с двумя источниками точно. Как в Вавилон приходишь, так все, в Вавилоне начинается такое самое колебание, не прямая дорога, так сказать, а с кривулями. Точно так же, кстати, в египетском сначала было нормально все, а потом под конец там началось такие выверты. Ну, а эти выверты делают эти ученые, те, кто занимается исследованием. Собственно говоря, вот, например, Эхнатон, самый тот, кто хотел изменить полностью, так сказать, управление вот этим великим некрополем, там не было фараон, фараон понятия дух, фа это дух, ра это свет, он смерть. То есть, это дух, который по линейке света уходит в смерть. Ну, это уже все умерший. От его имени правит главный жрец Египта, вот этого некрополя. Но все везде фараон. В образе фараона там вот обычно ездит его жена, если она у него была, у него там несколько обычно было жены. А и изображение там его, так сказать, ну, у него был какой-то тотем, едет по реке фараона Володья и там. Но самого фараона уже не было. Это вот записки минифона. Понятно. Ты особо не увлекайся на дополнение, ты отвечаешь четко по теме, а то вопросов много. Я могу сказать, все шумеры, вот шумерская вся, я даже изучал несколько словарей у меня шумерских есть и переводить я могу и все, и все, все, но дело в том, что практически полностью шумерская вот эта вся литература, все это захвачено американцами. Последний раз они это сделали, когда захватили Ирак и тут же буквально в течение часа после того, как они вошли в Багдад, они захватили музей Центральный музей, исторический музей, это же известнейшая вещь, и они его полностью грабанули, но не американцы. Там работали ребята из, о господи, ну вы знаете. В общем, ребята работали, я понял. Да, работали ребята, это вот, это та внешняя разведка. Хорошо. Они ограбили, они забрали только все, всю глиняную вот пластику, вот эту все, они забрали самое ценное, а дурачкам с дубинками золото они там дали возможность уже пограбить. Хорошо, ну так всегда и бывало, забирали сначала все, а потом, как помнишь, это кавказская пленница, когда он, а нет, операция, когда она тебе предлагала там магазин, говорит, а что это, грабить не надо, давай все уже, все уже давно, ваше дело вот. Так, дальше, Света вопрос задала в эфир, что за бог-дракон, он что, создал наш мир? Нет, это Энлиль, по шумерской космогонии это Энлиль, собиратель чистых и нечистых, Энн собиратель, Ли, чистый, это не чистый, ну Илл, всем знаком, что такое Илл. Так вот, значит, он, дело в том, что он, его название, вообще происхождение вот этого названия и вообще образа дракона, оно произошло, потому что он был генным инженером, и они не могли же хромосому нарисовать, они хромосому, а она напоминает змею, и вот они везде на рисунках рисовали змейку, там, когда он что-то там делал, а змейка летит, с крылышками там, ее изображает, это хромосома, но это надо же показывать, так не расскажешь, а потом потихоньку, потихоньку, ну как это обычно, для того, чтобы изобрести там какой-то отрицательного героя, вот придумали эти, уже католики придумали дракона, летающий, он там сжигающий и так далее, и так далее, он же у нас, как змей горы, потому что, он, вот эти рептилоиды, он попрятал туда, под горы, в подгорные туннели, змей горы, ну, змей горы, он у нас, так сказать, это единственное, что он сжигает огнем, но они тут совместили все вот эти, они же летали там на огненных, огненный орел, он назывался, летательный аппарат, и военный, ну, такого, летят, какой-то раб побежал, они быстро, нету, ну, если в Библии взято, в Библии написано, что там что-то, луч света шел, их сопровождал, по пустыне там, огненный столб, да, огненный столб, ну, вот это такое, так, ладно, хорошо, вопрос в эфир от Виталия, шумеры вроде бы потом стали прародителями библейского народа, это как вопрос так, значит, хорошее, получается, это самое выделение библейского народа, это был такой фильм, лица библейской национальности, да, лица библейской национальности, был Би-Би-Си, там же, там процентов 80 работает евреев на Би-Би-Си, так вот, они, значит, начали производить учебные фильмы, я с этих фильмов, я чуть телевизор не расколотил, я вообще не смотрел, ты антисемит, короче, да, ну, я этого не скрываю, так вот, значит, ни в коем случае, они, это самое, у них не, а я говорю, во-первых, что это были закрытые города, туда никто не попадал, ни купцы, никто, ни это самое, а они там в этом фильме, значит, как царь города Сур-Уп-Пак, Сур первый, русский, Уп-Пак, охрана, ну, это самое, Ут-Напиштин, он как раз в Нижнем мире разговаривал с Гильгамишем, и рассказал Гильгамишу про потоп, почему он очутился, и он рассказал, как его бог НК предупредил о потопе, и как он корабль построил, этот корабль, кстати, лежит на нынешней горе Арарат, на высоте 3 километра, внизу лежит тот, который Библия, с которого Библия списала, ну, вот свой образ корабля, там, 200 метров в длину, и так далее, и так далее, тот уже окаменел, вот там действительно лежит корабль, там эти вот крепления у него, это втулки, втулки стальные, покрыты анодированным алюминием, не втулки, сами эти, я вот нечестно забыл, как оно называется, сама заклепка вот такая, а втулки, они из титана, титановый тул, это кто в козлиных шатрах мог такое производить, токарные и анодированные работы, Да без проблем, любой бедуин сейчас тебе это сделает, копытом осла добьет, То есть я еще раз говорю, ни в коем случае, это самое, ну, шумеры, это вообще, это, как вам сказать, ну, это просто, это не народ, это каста, вот ученые. Понятно. Значит, давай так просто вот ответим Виталию, Виталий, библейский народ, лица библейской национальности, произошли или не произошли, шумеров, вот просто да или нет, все? Нет, конечно. Все, идем дальше. Вот так надо коротко отвечать. Виталий, нет. Все, следующий вопрос от Виталия. Какое отношение библейский народ имеет к славянам? Никакого. Вот правильно отвечаешь, молодец. Так, не говорю, вопрос в эфир. Я правильно понял, что мы все вышли из Индии, и чего мы тогда пошли в такой холод потом? Мы не вышли из Индии, холода не было, мы скатились вот за последние 10 тысяч лет после потопа. Русские вот по той стороне Уральских гор, славяне почти не двигались, потому что они чуть-чуть сдвинулись там, это самое. Норвеги спрятали. Это те, которые делают норы, пещеры. Век это, ну, это их, в немецком языке осталось, век пошел, делай. Вот. Нор это нора. Кстати, если норвежские посмотреть строение, они так сначала вроде входишь, ты похожа что-то такое на избушечку, потом вниз углубление идет. Да, ну, в общем, а вот это самое, и мы погнали, там было нас трое, в смысле, в русском, в русской вот этой суперэтноси были три. Немцы, дойч, потом японцы, самое, Ниппон, и вот сами Суры. Немцы сдвинулись на, это самое, остановились на линии Байкал-Челябинск, Лесостепь, они там, ну, короче, они занялись там скотоводством, это вот, представьте себе, русские, но только вот, мы все русские, но вот одни украинцы, другие, грубо говоря, белорусы. Вот это вот так вот надо рассматривать, как русские, немцы, это один язык, у меня он дикий словарь огромный, русско-японский, японо-русский, все, там, слоговые слова, бери, жизнь, жизнь, все, ну, то есть это, все знают, например, эти болота, Васюганские болота, огромное там, сотни тысяч гектар, Васюганские болота, что такое Васюган, ну, Ганн это территория, Васю, по словарю, я смотрю Васю, японский дух, здесь русский дух, здесь русский пахнет, а там японский дух, я как-то рассказывал тут уже, под Тюменью нашли, японские эти, лаковые, посуду, которая изготовлена методом, о господи, как она там называется, ну, вот когда бумагу наклеиваешь, 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 папье-маше, тогда имешь, папье-маше, да, она методом папье-маше изготовлена, всю эту посуду, когда, о, говорят, вообще мы нашли, а первый секретарь обкома тогдашнего, фамилию забыл, он бульдозером, блин, все закопать и все, все, ничего не было, ничего не находили, вообще ничего, ну, потому что он боялся, дело в том, что японцы создали Чингисхана для захвата территории, они должны были прорваться в это самое, в Америку, там их территория, но представьте себе, Северный Ледовитый океан, вокруг него, это циркумполярная цивилизация, вокруг него все жили, теплота, ну, вот как сейчас Средиземное море, тепло, изобилие, все, пожалуй, вдруг туда хлопнулся Северный полюс, ну, что такое, японцы побежали с нами, потому что это самое, а те, кто не побежал, не проводил, Алгонкин, вот, в Канаде осталось Алгонкин, да, Алгонкин, это вот племенное объединение индейцев, так вот, это японцы, у них язык, я бы специально выкачал, выпросил, мне с Америки прислали, с Канады, точнее, прислали этот самый, у них словарь, они словарь, я его сравниваю с японским, один в один, вот, это очень серьезные вещи, это много говорить придется, приходится. Фоменко и Носовский, они как-то новую хронологию в свое время опубликовали, а ты вот новую вообще версию развития наших цивилизаций можешь, да, ну, ладно, дальше я не говорю, вопрос в эфир, я правильно понял, так это было, Света, вопрос в эфир, кто такие чистые и нечистые, и зачем их собирал дракон? Чистые и нечистые, это генетический код, в принципе, чистых и нечистых, мы, скажем так, сейчас можем считать себя нечистыми, потому что вот у меня где-то, наверное, четвертая часть крови, может, шестая, я не знаю, ну, от марийцев, у меня прабабушка была марийкой, ведь славяне, они женились на этих самых, на повозках, ну, я имею в виду вятичи, они, они, потом пришли русские, они сели и начали брать дань, мы не брали дань, мы с ними жили как соседи, там ничего не было, это самое, это долго рассказывать, вот, вот это уже получается, что генотип-то у меня немножко, это самое, но наоборот, у меня выживаемость, из-за того, что кровь немножко подмешана, жуткая, тут не будешь дальше говорить, я по себе знаю, вот поэтому, были чистые, то есть, там, чисто породные все, вот он, но он собирал всех, я говорю, он был генным инженером, не чистые они могли быть тем, что он наполовину еще не успел к ним подбавить, вот как, как у нас олени, они не успели оленей создать, в Сибири, да, они, видите, как они полностью не приручаются, до половины, его чуть-чуть ослабишь, он раз уйдет, где тебе олени, понимаете, потом его поймаешь, если приведешь, он будет как был, вот такая вот вещь, точно так же и люди, ну, тут давайте не будем про это, да, да, давай, пролинеть не будем, так, хорошо, а еще минутку, ведь на каком уровне, вот мы говорим на уровне горизонта, а если мы отпустимся вниз, там, где молекулярные все дела, это мы вообще ничего не объяснить, не прописать, это нас, специалисты, можно разговаривать, вот там чистые и нечистые, надо искать, так, Виталий, вопрос в эфир, ни одному американцу не придет на ум пойти на север, если только торговать, а торговать там не с кем, если исходить из версии официальной исторической науки, то никому не придет на ум перемещаться на север, но это не вопрос, это реплика в эфир, ну, так дальше, Ярослав, вопрос в эфир, планета Нибиру, по некоторым легендам, говорится, что она раз в долгий промежуток приближается к Земле, по легенде, правда ли это, и вообще, существует ли она, или это какой-то корабль, или просто какой-то фейк, фейк от меня было, ну, нет, понятно, нет, она существует, это самое, она, в общем, во всяком случае, специалист, который в Сыктывкаре, вот что-то я долго его не видел, не встречал, запрашивал его, он не отвечает, это он, несколько книг издал, это Юрий Канелес, Селенок, его настоящее имя, он просто перевернул, его фамилия Селенок, он доктор астрофизических наук, но она, сейчас эта наука не востребована, вот он начал книги писать, и, по-моему, он уехал куда-то, суть не в этом, он о ней много написал, и я прекрасно знаю, он даже говорил, что она в 12-м году должна войти, но пройдет за Солнцем, когда Земля будет по эту сторону Солнца, а она пройдет, Нибиро у нее уже 3600 лет вокруг Солнца, период обращения, вот этот знаменитый Сар, период, когда она проходит, и вот одно из тех, вы правильно сказали, кстати, Алексей, значит, одно из тех возможностей, что они людей, если будет какой-то катаклизм, они подойдут, или они с базы, которая находится на Уране и на Юпитере, возле Урана, планет возле Юпитера, они с базы могут что-то послать, там у них достаточно, или на Луну скачать наши души, что называется, и вытащить, ну вот Венера еще не готова, но во всяком случае, на это можно надеяться, она была не в 2012, а в 2013 прошла за Солнцем, никто не, понимаете, сейчас принять, что это вот знаменитая планета Х, считается 12 планет, включая Солнце и Луну, у нас Солнце, все правильно, Солнце это планета, и Луна это планета, в том смысле, в котором вообще называется, что такое планета, полонета, ну ладно, полонеты, вот, так что она есть, я долго не буду отвечать, есть, и там все есть, следующий, есть, говорю, она не может не есть, вопрос от Альберта, как гость прокомментирует, найденную сидоровым керамику, на территории Сибири, в большом количестве, шумерскими узорами, датированную, тысяч на пять раньше, чем шумерская цивилизация, то бишь, вот эти вот керамические изделия с якобы шумерскими символами на пять тысяч лет старше самой шумерской цивилизации. Ну, я уже говорил, во-первых, я не видел, ну, Сидорова я знаю, нашел он или не нашел, я тут, не суть важна, есть ли факт, что он нашел, что там шумерские, знаете, эти знаки, и так, ну, вся система знаков, пять тысяч лет назад, старше, то есть ей десять тысяч лет, я же говорил, была, шумеры жили в Махенджадаре, и связи между Сибирью и, так сказать, южными частями, они были, там целые дороги были, Кемпелин, это называется Иртыш, вот река, которая, сейчас считается главной рекой Оп, а Иртыш приток, нет, был Иртыш, главной рекой, то есть Кемпелин он назывался в древности, а Оп была только притоком, потому что Иртыш шел из Китая, то есть практически из Индии, мы же не можем сказать, сколько там, а он чуть ли не с это самое, не из-под горы Кайлас, идет Иртыш, и впадает в Северный Ледовитый океан, и вот вдоль этого Иртыша, кем это путь, вот вдоль этого Иртыша, на верблюдах ходили туда, черт знает когда, и что угодно могли, и когда находят, вот ребята я знаю в Сибири, когда они находят в Аби, то есть в Енисеи, там на севере, находят огромные полутора метровые блюда такие, значит, это самые серебряные, это тяжеленные штуки, я одну там пытался поднять, чуть живот не надорвал, а там греческие изображения, я говорю, какие это греческие изображения, ну просто вот эта вся, как сказать, стилистика, да, как греческая, я говорю, нет, это не гре, это древние боги, это там написано, там, говорит, написано, там, каракули, что это Зевс, то есть, да, а потом до этого шумеры жили в районе горы Кайваз, до потопа жили в районе горы Кайваз, там вообще, сами понимаете, что это, я же говорю, что она называется царей шумер, третий шумер, да, говорил уже, давай дальше, так, вопрос эфир от Владимира из Матищ, ого, привет, да, приветствую, Владимир, очень интересный человек, очень интересный вопрос задает, Владимир Николаевич, это понятно, что цивилизации рождаются и умирают, что были древние цивилизации, но нас с одной стороны поджимают неуловимые силы катаклизмов, неумолимые силы катаклизмов, а с другой стороны места с бомбоубежищем, бомбоубежищем заняты богатенькими, а что делать нам, простым гражданам, накрыться простыней и медленно ползти на кладбище, надеть белые тапочки еще, да, и панамочку, ну и что, мы уже об этом поговорили, ничего ответа, да, нафига мы тогда больше трех часов уже скоро распинаемся, тут сидим, если ничего больше, панамочки, сказал вначале, друзья, значит, проблема такая, будет скоро вот это, вот это, одеваете белые тапочки, панамочки, ну а про уже простыночку сами знаете, куда направляться тоже знаете, ну, Владимир Ильич, мы же говорили раньше, он серьезный человек, он прекрасно понимает, что богатенькие буратины, это не навсегда, и что выжилает тот, у кого в башке масло есть, нет масла, все, это не значит, что если у тебя в бумажнике май, масло, золото, это на древнем языке, май это золото, масло, ну масло, брусок масла, коровьего, оно ж, желтое оно как золото, это жаргонное, серебро называется соль, так что в голове, вы всегда, когда ситуация, неужели русский не сообразит, когда экстренная ситуация, что когда делать, да, я думаю, сообразить сообразим, главное, чтобы к этому быть готовыми заранее, а вот эти, предупрежден, значит вооружен, значит вооружен, а богатенький, тут и вот интересный такой есть момент, богатство на сегодняшний момент не означает тождество с разумностью, вот, да, ты можешь смеяться, можешь хихикать, это мое личное наблюдение, да пускай на меня обижаются те, кто богатые, нет, среди них есть очень разумные люди, но в большинстве своем, я говорю, в большинстве, чаще всего это не тождественно, и часто случается так, что многие думают, вот богатый человек, значит разумный, нет, он может быть умным, ум это очистительная коробочка такая, машина, которая рассчитывает все, ну это просто мозг, да, вот сидит просто там, чик-чик-чик-чик-чик-чик, направо лево нолик, плюсик, там нолик, единичка, нолик, единичка, там вот считает, разумность, это уже дар свыше, это когда человек может разуметь ситуацию, вот к примеру, чем научили богатого, то есть разумного биоробота, управлять деньгами, рассчитывать что-то, вот он сидит по этой схеме, управляет, ну и барыш себе там, сто копеек положил сюда, копеечку снял сюда, сто копеек сюда, копеечку снял сюда, смотришь там, через миллион, у него уже там несколько миллионов там или что-то еще прилипло, скажем так, ничего сложного здесь нет, а вот теперь представим, убираются эти копеечки, новая ситуация, а ум-то рассчитан только на то, чтобы считать эти копеечки, и больше он ничего не умеет делать, а ситуация изменилась, и вот тогда выходит на поляну наш разумный человек, простой, который в любой ситуации выживает, который имеет связь непосредственно с богами, с предками, в природе живет, никому ничего не должен, никому ничего не обещал, он собирается с друзьями своими, говорит, ребят, вот такая ситуация нарисовалась, что делаем? И то же самое было и в войну, когда собирались простые мужики, брали, что было под рукой, и дубасили, кого надо, да, кто приперся сюда, то же самое и в других ситуациях бывает, вот это разумность, вот это вот русский дух, вот это вот по-нашенски, а вот эти всякие там, купил себе бомбоубежище, залез в него, ну и задохнулся там, потому что ему какими-то там барыги строили, а он сэкономить решил, ну и что, узбек строй построил, а он задохнулся, или сделали так, что сверху завалило, расчетную смету там, сэкономил что-то, да, сверху завалило, теперь он вылезти не может, ну живи теперь, пока не помрешь, в этом своем бомбоубежище, вот такая ситуация интересная у нас нарисовывается, так что не завидуйте, у кого есть деньги, да и вообще никому не завидуйте, так, дальше, Ингварь, вопрос в эфир, учитывая, что шумеры были рабами, какие полезные знания они могли дать в этих ящиках прочим народам? Кто сказал, что они были рабами, я такого не говорил, я же сказал, что они пришли, они передвигались, а если они от Кайласа передвигались, какие они рабы? Это были ученые, это были инженеры, это были жрецы, у них были рабы, они с рабы назывались, у них сагик, черноголовые, университете 10 лет учиться, от Дуба, если перевернуть будет Будда, а Будда, это все соединение, понимаете, язык соединяет все, там дальше можно рассказывать, кто шумер, но мы остановимся на этом, идем дальше, Васильевич Гранданамин задает вопрос в эфир, вот читаю, дотракийцы, 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 кто они такие, и куда они делись, по мнению ведущего, ну-ка рассказывай, куда ты делал дотракийцев, я даже не слышал никогда такого, здрасте, значит, дел и даже не заметил, молодец, ладно, идем дальше, Станислав Аргентинец, вопрос в эфир, Кундалини, это потомок богов, драконов, еще раз, кто? Кундалини, или тоже спрятал и не знаешь, Кундалини, Кунда, Кундалини, Кундалини, откуда это? А, он не написал, вот какой-то интересный, мне пишут, я читаю, я как попка здесь сижу, так они могли правильно написать, Кун, понятно, Кун отбросим пока, Далини, это получается, значит, с алтаря выходит чистым, кто такой Кун, выходящий с алтаря чистым? Вот только не матерись. А я разве матерюсь? А то сейчас про Куна тут такое загнешь? А, нет, Кун, Кут, мат, Кут, а Кун, это была денежная единица на Руси. Ну, я аж с облегчением вздохнул, да, хорошо, значит, денежная единица, выходящая? С алтаря, выходящая чистым. Понятно. С чистым выходящая. То есть на алтаре отдал, очистился. Наверное, так. Ну, да, потому что есть понятие Николай, Никола, он вышедший из короба, закрытого короба, то есть это тоже не имя, это как раз, так сказать, вот человек, который вынут из генофонда, да, из детохранилища генофонда, короб, и, так сказать, это самое, вышед, ну, то есть все равно живи дальше. Вот понятие Никола, это те, кто вышел из генофонда, из хранилища генофонда. Понятно. Ну, ладно, давай дальше. Аргентинец. Вопрос эфир. По вашему мнению, сдвиг полюсов как-то связан с эффектом Дженебекова? Ну, Дженебекова хотя бы знаешь? Дженебекова. Да, я понял, о чем он хочет говорить. Дженебеков связан, а не наоборот. Ну, да, но он просто это предложил, его именем, ее фамилию теперь называют. Дженебеков описал, это самое. Эффект происходящий, переворачивающий. Эффект происходящий, да, так называемый эффект прецессии, этой самой, земной оси, это все же виртуальные вещи. Дело в том, что вот, например, сейчас земная ось замедлила движениями. Ну, я отслеживаю постоянно, мне там идет информация, ну, типа того, что вот ты оказался прав, что-то будет. То есть, она, ну, там, свое движение, вот это вот, как, когда заканчивает юла вертеться, она начинает вилять, ее вот эта ось, на которой она крутится. Вот это вот прецессия называется. Так вот, она замедлила виляние. Вот это вот. То есть, скоро крутануться может? Да, вот в том-то и дело. Почему? Дело в том, что я собираю не то, что там дядя из подворотни, мне скажет. Серьезные люди, которые занимаются, я их знаю по 20 лет, я 20-30 лет почти занимаюсь этими всеми вещами. Естественно, что у меня одна версия есть, с которой мне постоянно советуют. Ну, ты знаешь, я смотрю, какая подворотня. Например, при академии тоже подворотня, есть туда академики, покурить выходят. Я могу там такое рассказать. Так что иногда в подворотне очень даже интересные люди встречаются. Ладно, Света, со своим женским таким вопросом. А где сейчас дракон? Он там официально, в Шумерской космогонии, он улетел к Урану. У них на Уране, то есть на Уране, на, там сколько, спутников, там база, она возле Урана находится. Не на самой планете, а на вот этих. Они обычно типа на Луне. Да, эти подальше немножечко. Да. Дело в том, что вот туда на Уран, когда идет, заходит Нибиру, если нужно говорить, с Нибиру отходит корабль такой большой, тяжелый. Он причаливается к спутнику. Я забыл название Шумерское, спутниковое. там они пересаживаются на корабль, который летит на Марс. И на Марсе уже они пересаживаются на то, что летит на Землю. Ну, на такие. Там много стояло у них. Ну, видно подготовка. Там, скажем, они, знаешь, когда прилетят туда от Урана, от Юпитера, подходят эти самые, на Марс садятся, ждут. Раз, прилетели, сели, пересели. Это потому, что зайти на планету в водную и снабженную атмосферой на тех кораблях нельзя. Это Шумеры четко показали. У них специальное устройство, которое понадобилось бы нашим военным, когда они гипер, ну, вот, гиперракеты создают со скоростью, там, 9-10 махов. Там дикие скорости. А у Шумеров было очень просто, как защитить, чтобы не сгореть. Все при такой скорости, при входе в атмосферу, она не сгорела. У них очень просто. У них скорости бешеные. Они от Марса шли где полтора часа. Ну, и все. Представьте себе, если нам лететь туда до Марса 45 миллионов километров, сколько там, год, что ли, полгода. Да побольше, пожалуй, побольше. Ну, они доходили за полтора, представляете, скорости какие-то. Они четко, они подвисали и смотрели, где, кстати, три пирамиды вот эти. Это в нашу цивилизацию три египетские пирамиды. Они же были белым покрыты, отражение. Все, они его брали из высоты 30 тысяч километров прям прыгали туда. Им надо было скорость Земли определить направление в России. Ну, что там не понятно. Да, так что здесь просто почему Света так, я сказал, со своим вопросом. Она общалась и я же не не помню, то ли она сказала, то ли ей посоветовали приручить дракона. Свет, дракон улетел, но обещал вернуться. И, кстати, в чате тоже писали. обещал вернуться и сказал, что Землю спали. Да, но посмотрим, посмотрим, у кого зубки крепче. Вопрос в эфир от Светланы. Она продолжает вопросы задавать. Кто такой на самом деле? Был Сфинкс или была? Вот это вот загадка Сфинкса. Вы знаете загадку Сфинкса? Загадка Сфинкса? Утром на четырех ногах днем на двух, а вечером на трех. Вечером на трех, да, хорошая загадка. Хорошая загадка. Про жизнь, да. Ну, то, что он переделан, что там была какая-то собака, там не лев, там собака была. Ну, вот это, как он называется, открыватель путей, упуат. Вот, это да. Потом по хвосту, либо это такой древний лев, Сфинкс до потопного изделия. Вот. И Сфинкс, он такой не один, ведь этих Сфинксов с различными, там, в Египте сколько угодно. А у нас, например, использовался, для таких вещей у нас использовался не Сфинкс. Это самое, скажем, я вот четко знаю у славян, что это самое, у нас использовался не Сфинкс. Одно из таких вот вещей, ну, как сказать, определяющих вещей, это вот выложенные камнями, вот, как он назвал, лабиринт, да? Лабиринт, это самое. И второе, это был менгир. И, кстати, и был менгир, и дольмен. Вот эти все вещи, по которым можно определить, кто. Дольмены не принадлежат кавказцам. Они тянутся от Мурманска до Кавказа, поворачивают на Индию, и от Индии идут, ну, грубо говоря, вот по Монголии, опять такой замкнутый круг земли получается. Идут туда, но их там кто уничтожает, то чего, так что в основном они остались на Кавказе. У нас под Воронежем самые дольмены. Свет, хочу сказать, что если вы хотите узнать мудрость, которая у Сфинкса, где-то там спрятана, копайте под левой лапой. А если хотите узнать, он это или она, копайте сзади. Так, Вопрос эфир от Антона. Здравия Крепкого, вам знаком труд Петра Орешкина, вавилонский феномен русский язык из глубины веков? Естественно, поскольку я и занимаюсь языком. Знаком. Понятно. Почитать рекомендуешь тому, кто задал вопрос, или другим, кто из этого вопрос может услышать этот ответ на вопрос. Я только порекомендую в том случае, если вы серьезно будете заниматься языком, это так называемый будет сравнительный анализ. Если вы не будете, не надо заниматься, вы забьете башку. Берегите голову, береги Сеню руку, руку Сеню. Так, Вопрос эфира от Васильевича Гранда Дамина. Что скажет ведущий по поводу вот написал же, теперь читать это все надо, Дейонерс Таргарин, королева Андалов, и он еще дальше продолжает, Ройнаров и первых людей, королева Меярина, елки-палки, Халисия Великого Травяного моря, неопалимая бурерожденная матери драконов, разрушительница оков, оков, низвергательница, колдунов, миса. Благодарю тебя, Васильевич. Ну что ты скажешь по всему вот этому, что я попробовал прочитать? Он начитался фэнтези. Ну ты тут ничего не скажешь? Он-то понятно, что начитался. Нет, он-то начитался, я попытался это прочесть, ты теперь что скажешь? Я сказал, что я вообще не воспринимаю, чтобы я воспринял хоть как-то серьезно, это мне надо прочитать. Это во-первых. А во-вторых, это самое, я там сразу чувствую, кто такая, и тут такое начинается. Это язык фэнтези. Да, тяжелый он язык фэнтези. Ну ладно, проще скороговорки выговаривать. Ярослав, вопрос в эфир о жучках-паучках. Они стойкие гравитации и к огню. Смотрел фильм, если частота воздуха и кислорода увеличивается, то насекомые вырастут в мгновение ока. Правда ли это? Не понял. Частота... ты вот смотрите, ты сказал, что нас ожидает вот это, вот это, будут полить нас огнем, топить водой, если это будет происходить, то, естественно, и частоты будут меняться, и различные там энергии. Не будет ли помимо воды и огня тут еще нашествия насекомых на нас, которые вырастут там в 10-10 раз? Насекомые это почувствуют, вы знаете, они землетрясения, животные, насекомые, деревья, они все чувствуют раньше. Я вам скажу так, когда в Москве на подмосковной рощи нападают эти древоточицы, жуки, страшная вещь, они сейчас там все сжирают, только когда первый раз 10 лет тому назад, по-моему, или 9, ну, в общем, не суть, напали жуки-древоточицы на подмосковной рощи, это же в легкие Москвы, мгновенно деревья, а в Германии, в Германии так следят за деревьями, знаете, там каждый листочек, как он себя чувствует, они вдруг видят, что там листы сразу хлоп, и вместо того, ну, начали, как сказать, скручиваться, не то, что скручиваться, но просто притворяться мертвыми, понимаете? Дерево притворяет, мгновенная передача информации, также жучки, паучки, они, их закрывают, заложено столько, их там миллиарды, миллиардов на земле, триллионов на земле, и они никуда не денутся, они останутся. Я не задал вопрос, что они никуда не денутся, я совместил вопрос в одном, первый, что они побегут куда-то, и второе, что когда частоты изменятся, они в мгновение ока, как здесь написано в эфире, вырастут, не ожидает ли нас нашествие насекомых в больших объемах не только, потому что их будет много, но они сами еще в десятки раз увидят, просто такая стрекоза летит на тебя там метра два, и что дальше? Нет, есть, я понял, о чем он, изменение магнитного поля, изменение притяжения Земли и так далее, большие были вот эти птеродактели летающие, а потом они превратились там в это самое, в ласточек, ну грубо говоря, нет, обратной силы не имеют, больших не будет. жалко, а я думал, попаду в какой-нибудь там парк какого-нибудь периода. Так, ладно, дальше, вопрос в эфир от Михаила из Москвы. Как-то все звучит очень предрешено, без всякой вероятности смягчения катаклизма, исключается возможность запуска другой, более благоприятной обстановки и развития других разных обстоятельств. Владимир Николаевич, исключает такие возможности или нет? То есть, будет все жестко, вот так вот и все, разбежались. Или все-таки как-то там, как с Невиру, мягонько прошло, никто не заметил, все счастливы? Вполне может быть, кто из богов кого пересили. Давайте, Бог мы применяем здесь в условном, всем известном, привычном смысле. Кто кого из богов, это может быть какие-то переговоры, я не знаю, что тут у них там. Только я прекрасно знаю, что бог, он уже не живет вечно. У них продолжительность жизни там 50-60 тысяч лет. Да, это от Нибиру зависит. Всего-то. Всего-то, да. И вот сейчас первый бог с сыном вот этого Мусара Иоаннаса, который, так сказать, прилетел, его другое название, Энки, Шумерская Энки, вот Мусара Иоанна. У него сын был, которого звали Ра. Вот его первый сын, это список жреца Бераса, толкователя Белуза. Когда они готовили переход к богам Мордука, когда готовили Мордука, Мордука сделали в Вавилоне, в Вавилоне, его сделали из дракона. Потому что они быка вот, ну, не любили. А весь Вавилон был, они же тогда верили в быка, Вавилон находится на территории быка. И они решили так, потому что это борьба, как у них тоже была, как бы, борьба с язычеством. Вот этого старого бога, быка, свернем, а кого поставим? А вот поставим, был его враг, дракон, значит, может быть. Но только он не драконом. Короче, стоит такой же эта самая там статуя. Они остались до сих пор. Он держит в руке змею, Мордук. Это все, они быстро-быстро меняли друг друга. Решили сделать, например, серапис, бог серапис. Сер это змей, а значит, апис это бык, ну, египетская. Вот, тоже не получилось. И давай-давай, пока до Иисуса не добрались, в конце концов. Понятно. Ты мне вот что скажи. Про богов-то мы, конечно, можем говорить, но не нам решать за них, да, все-таки уровень немножко не наш. А нам, что делать, чем мы можем воздействовать на ситуацию, чем мы можем им помочь-то, чтобы вот этого всего не произошло. Как, кто мы такие вообще? Ну, мы-то вряд ли что можем сделать. Как, что, сидим и наслаждаемся, что ли, расслабляемся, получаем довольствие? Нет, зачем? Ну, я же вам сказал, ну, я же говорю, что надо, ну, вот люди переезжают там поближе к Уральскому, ну, там, к Алтайским, к Уральским горам, там, все такое прочее, готовятся. Ну, кто готовит, тот готовится. Я знаю там фермеров, вот со мной один фермер связан с Нижегородской областью. Вот он как раз этим вопросом страшно интересовался, и вот он решил под Урал перебираться. Ну, не суть там. Там другое дело, я вам говорю. Вот представьте себе, сейчас Землю спалят. Марс спалили, он потерял там массу огромную, у него нет ядра, и все, нарушение Солнечной системы. Если мы подвинемся вниз, в Нижний мир, туда, где атомы и молекулы, мы поймем, что Солнечная система это всего-навсего какой-то атом, там, чего-то там. Ну, был у кого-то, то ли у Брюсова, то ли у кого-то. Быть может эти, что-то там, миры, где семь материков, ну, что-то такое атомы. Ну, вот представь, Солнечная система, Солнце это ядро атома, а планеты это его, как сказать, самое. Земля, кстати, обозначает литий, по весу. Шесть, шесть единиц, ну, там дальше. Но это все в ведических писаниях написано, что самое большое, может быть, самое малое, а самое малое отражает самое большое и так далее. И нет предела тому перехода из одного в другое. Давай вот с этим, понятно, разобрались дальше. Я говорю, вот тут еще две секунды. Когда пойму, ведь нарушение будет Земли, когда вдруг Земля лишится воды и так далее, и так далее, все прочее. Вода это, самое главное во Вселенной, вода. Название пред того, что было Вселенной, называется Абзу. Зу это бездна воды. Абзу это предрождение, предчувствие Бога, грубо говоря, если вот так. Так вот, Зу это бездна воды. Ну, это то, что вся Вселенная, вот это то, что называют темной материи, ученые просто стесняются сказать. Это вода, это кислород, это водород, это вода. Она мгновенно может схлопнуться. Вот как тогда ты сказал, она если схлопнется, а для запала хватит чего, там этих, скажем, Солнца и так далее, и так далее, какие-то. Ведь вся вот эта, вот, например, галактика, это такая штука, она как кольцо, да, внутри дырка. И вот в нее постоянно влетает, грубо говоря, сотни тысяч звезд. Они дробятся на обратную сторону вот этой галактики, вылетает, уже все черное просто. Так вот, протовещество какое-то, а какое протовещество может быть? Только вода. То есть, точнее, вот то, из чего состоит вода. Никто, ну, там гелий, это самое, они там начинают уже фантазировать, что там гелий и так далее. Если написано Абзу, все, значит, только вода. Зуба будет это самое. Узба, то есть, точнее, узба, мало воды, много Бога. Хорошо. Хорошо. Так, я просто еще не договорю, когда скажу, что порушение начинается от амарного какого-то, состояния, они могут сказать, не надо, дракону по морде надают, скажут, иди отсюда. Они так между собой, в общем-то, дрались. Светлана продолжает. Значит, с драконом она разобралась. Понятно, что в горячую избу войдет, дракона приручит. Когда пролетит, мы спасены, это однозначно. Дальше, следующий вопрос такой. А кто такая белая дама, о которой ты говорил в эфире? Это очень серьезный вопрос. Не конкурентка ли она? Нет. Чтобы с драконом там разобраться. Это надо читать. Это вот две моих книги. Две. Сейчас третью не найти. Где исповедь проводника. Ее зовут Румия. Румия. Румия – это личность, снабженная, ну, так сказать, мудростью и кровью мудрости. Ну, кровь мудрости. Она, это сама, снежная женщина. Ну, как глава, вот, остатков этих древней цивилизации. Понятно, хорошо. Дальше, интригу не разрушай, как это. Нет, я не разрушаю. Дело в том, я говорю, возьмите, пожалуйста, вот эту книгу. Вот, еще раз, книгу называй еще раз. Ну, там две книги. Первая называть. Она, кстати, в Белых Альвах еще есть. Называй, называй. Протоязык Тайной Евразии. Книга для экстремалов и кладоискателей. Какой? Я вот не помню, по-моему, том первый. Короче, берите обе. Берите обе. В издательстве, да. И потом, вторая книга, это вот, истина секретов не имеет. Я прям туда вогнал. Это самое, ничего. Вот, как раз, исповедь проводника. А, ты говоришь, которая невозможна дойти к роду. А третья, она издана в Новосибирске, и здесь ее нет. Понятно. Ладно, Ингварь, следующий вопрос, эфир. А вы уже подобрали себе укрытие от катаклизма? Кстати, да, расскажи, ты уже когда соберешься туда переселяться, куда-нибудь там, свистни, может быть, толпой вместе поедем? Мне-то уже будет незачем. Я просто детей перетолкну к Алтаю. Это что ж такое, тебе незачем? Ты так что, короткий век себе такой что ли наметил? Нет, я примерно знаю, когда я отойду к большинству. Ух ты, какой интересный. Ну, ладно, хорошо, хорошо. Дальше, Михаил, вопрос в эфир. Есть ли древние артефакты на реке Катунь? Есть такие? Возле реки Катунь. Ну, возле реки Катунь. Да. Там это, короче, глава республики, Горный Алтай, там где 200 тысяч всего населения, алтайцы, а мазу держат там казахи. Казахи-алтайцы спаивают, и, в общем-то, там ситуация, ну, я там бывал сколько раз, я знаю прекрасно ситуацию. Так вот, он хотел на Катуни поставить гидроэлектростанцию там создать. Зачем на 200 тысяч человек? Он хотел торговать электричеством, ну, стоимость этой плотины там все 10 миллиардов была, но он опять хотел себе при кармане. Ну, это не суть важна. Так вот, там есть, это тоже в этой книге, вот, том первый, там было описано полностью все про Белуху. Что там, я могу сейчас открыть и начать зачинять. стоп, стоп, стоп. Значит, само понятие Катун, Тун это, ну, в общем, это самое, как сказать, она обеспечивает шахту. Тунгуска, Тунгуска. Она обеспечивает шахту, там видно была ракетная шахта, то есть, ну, для летающих аппаратов, почему-то они горизонтального типа. Это я не знаю, почему, но они были и там, между прочим, сама Белуха, у нее должно быть, как алтайцы говорят, три этих самых пика, а у нее два пика, а посередке зеркало, как у это, у них у всех зеркало, на, ну, как зеркалом, я называю, такая ровная площадка, как на Кайласе зеркало, 800 метров высотой, почти 800 метров шириной. Такое горное зеркало, как радар. И у нее то же самое. И вот там что-то там есть, ну, в общем, во всяком случае, артефакты на Катунии есть, там они, даже за какой-то есть топоним, на нем, как раз на этой точке стоит метеорологическая станция. Сейчас, по-моему, она не работает. Либо она работает там, когда вертолетом забросят там, скажем, на лето, а потом, когда холодно, весной, то есть осенью, вывозят и остается там. Она где-то на высоте два с половиной километра, метеорологической станции, так вот она стоит на месте, там, где выход Бога. Прямо вот, ну, такой перевод. Там артефакты, ой, Алтай, боже мой, там, как... Езжай, да лукошко собирай, то, что называется. Да, да, То, то, в самом, там, Толескаль. Чего это? Ну, Телецкое озеро. Как называется озеро, спрашивает наш этот самый. Сержант с двумя пушками и десятью казаками. Ему местный житель отвечает, Толескаль. Толоскол. Вот так она переводится. А оз, помните, волшебник страны Оз, это необработанное золото. Вот почему оно называется Золотым озером. Там, там глубина его 600 метров, 400 метров, ил, 200 метров вода. Остальное золото. в изделиях и просто самородного золота. Ну, я говорю, остальное все золото. Ладно, ладно, ты вот сейчас разговорился тут, а тут потом народ туда поедет, и золото будут доставать. Ладно, хорошо, записал себе, местечко все, на карте отмечено. Едем добывать золото. Станислав Аргентинец, а соведущий не пытался книги писать? Такой, риторический вопрос. А сколько у тебя книг написано, соведущий? Ну, 12 романов, сборники рассказов, но один сборник повестей, я в повести не укладывал, один сборник повестей, а исследовательских книг сейчас на данный момент 9. Скромно, я думал 10 уже. Нет, осенью придешь, приходи на эту самую, на ярмарку, в книжную, на ВДНХ, я там буду. Вот там три моих книги, как раз я тебе задарю. Ну, ладненько. Они стоят-то копейки, но я тебя задарю, потому что они стоят копейки. Ну, уж мои нищете-то, ладно, я ж поклонюсь тебе. Хорошо, в котомку положу. Дальше. Вот сейчас готов словарь, вот сейчас будет готов вторая часть «Не болею лечиться», и третий будет роман «Инхума». Это из серии «Истина секретов не имеет». Груга, шевы, эсэрфэ. Тут уже народ бумажечки подготовил с карандашиками, просит, повторите, пожалуйста, местечко, где золото-то на дне лежит. Ну, серьезно, что ли? Ну, серьезно, что ли? Ты думал, что мы с тобой, что ли, туда не поедем? Тут компания уже собирается. Я могу сказать. Вот, значит, что могу сказать? В Сибири за известное время, ну, около двух тысяч тонн золота добыто. Добыто, да? Всего две тысячи тонн в Сибири. Это начиная с нерчинских рудников. На самом деле, в Сибири хранится где-то примерно девяносто тысяч тонн золота. Всего-то? Ну, ничего себе, девяносто тысяч тонн. Даже девять тысяч тонн сейчас добудем, мы доллар свалим. Просто золотые монеты запустим. Не, мы даже доллар валить не будем, он сам упадет. Ну, так, не в этом дело. Сколько там платины? Я посмотрел по топонимам, вот, в Сибирске, на военных картах, там туши фонари, что творится. Я попытался так, это самое, но там с этими, там есть такая контора в Новосибирске, Новосибирск золото. Какой народ им управляет и какой там работает, ну, понятно, Опять за 282, ясно. Да, суть не в этом. А я потом, я говорю, покажите карту, где сейчас происходит разработка, все такое, секрет. Ну, ладно, я с военными переговорил, там, военных я уважаю, серьезные люди. Ну, как обычно, за бутылкой чая, за чаем посидели. С сахарочком в прикуску, да. Да, 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 все показали, все посмотрели. Так вот, я посмотрел, что, грубо говоря, две трети вообще не знают, что там золото находится. Написано золото, никто не знает, они не, потому что, ну, может быть, засекречены, я не знаю, честно говоря, но то, что не разрабатывается. Ну, до лучших времен. Слушай, только я не знаю, куда мы с тобой вдвоем столько золота денем. Ну, ладно, потом после эфира поговорим. Хорошо, последний вопрос. Алексей Тарасов задает тебе вопрос. Добрый вечер. Добрый. Что соведущий знает о древнем географе на Южном Урале в Челябинской области Зюрткальский лось? Благодарю. Зюроткульский лось. Да я знаю, это вы не так давно его нашли, года два или три назад, потому что горы-то заросли, горы заросли лесом, его не могли, но потом как-то увидели по зиме, я не знаю, там был, по-моему, буран какой-то, а потом, в общем, смыло снег, и они увидели. Он выложен, да, я знаю, лось, но это везде, понимаете, когда, если вы будете пролетать, например, на не очень большой высоте, на самолете над Австралией, вы точно, там почти точно той же техникой, например, нарисован двухкилометровый мужик с эрегированным, так сказать, инструментом размножения, это самое, и там всякие животные, точно так же, вырезано все. То есть, летишь сверху и смотришь, что есть, вот как в плато Наска, они не знают же, зачем, а там пауки, там всякие, это самое, обезьяны, все, 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 зачем, то есть, летишь и видишь, те нарисовали, что здесь есть, и дальше полетел, а вот там предупреждение, что самое, с дубинкой, там можно убивать, как увидишь, так убей, ну, в общем, вот таким образом, это, это знак, который ведь, надо, можно увидеть только сверху, больше ниоткуда не увидишь, плато Путорана, его уже не увидишь, там единственное, потом дальше, это самое, то есть, увидишь, так вот они сигнализируют, ну, и вот здесь, где, недалеко от Карпат, там, значит, когда археологи, там длинные, там огромные были выложены лебеди, были древние стоянки древних людей, ну, как говорят, которые вот бегали с камнем, там, но были выложены лебеди, на, там такой, привечная, это такая терраса, да, на вот этой террасе, с одной стороны костер, с другой стороны костер, и лебедь длиной, лебеди длиной 50-60 метров были, и крылья у них были под 100 метров, вот такие лебеди, они причем выложены были белым камнем, за который они чуть ли не за 50 километров ходили, но делать было нечего, да, ходили туда-сюда, нет, но дело в том, что белый лебедь, это вот, налетели гуси-лебеди, это уже тотем западных славян, когда Иван Грозный приглашал послов покушать, пообедать, да, вот с восточных, ну там типа латвинских поля, польских послов, все, он же знал, что они славяне западные, и у них тотем белый лебедь, а вот так вот он заносили лебедей, так сказать, запеченных прямо с крыльями, совсем, представляете, какое издевательство, это самое, для, он им показывал, кто он такой, что он царь, а они просто там под королем работают, кто такой король, вот, да, кто такой король, такой царь, а, последняя книга, вот у меня, ну словарь такой, коротенький словарь, вот она выйдет вот через пару дней, вот, там написано, кто такая королева, кто такой король. вот поста, смотрите, ну, чтобы служители поняли, вот, вот есть слово корова, теперь королева, корова – это короб, рабочий короб с белой водой, ну, понятно, молоко, а ле – это просто много, то есть это рабочий королева, рабочий короб, где много молока, ну, 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 все, недаром у, у этих самых, у английских королевы, не королевы, а вот эти две королевы, Ильзавета, и потом, какие были, они ездят в Вензор, ну, где у них Вензорский замок, и осень проводят, ну, конец августа, начало осени, они проводят недельку, там, значит, где у них собственное личное коровье стадо, и они там вкушают масло и сливки от своих коров, это что-то какое-то древнее такое, но на самом деле, там, можно объяснить, надо долго. Я думал, так, садится бабушка, королева под корову, в косыночке, и давай за дойки в молоко, молоко ведерко, значит, а ты, оказывается, так все упростил, маслица кушать, не, ну, на английском-то языке, квин, кинг, король, а квин, это самое, королева, там, я все расшифровал, там это, не очень приличное все, короче, все связано с размножением. Ну, понятно, по поводу размножения, вот, ты когда сказал про этого мужика-то, который в Австралии, двухкилометровый, и еще с прибором, 300 метров прибор, вот, вот, ты тут сейчас сказал 300 метров, вот, я не знаю, совпало это, или не совпало, но вот после этого сразу Светлана написала, ого, да, в чате у нас реакция идет на твои реплики, очень четкая. Итак, мы все вопросы озвучили, про королев поговорили, про драконов тоже поговорили, как убить дракона, как укоротить, приручить дракона тоже поговорили, тут уже вот и высказывания всякие были, по этому поводу, давай, наверное, эфир будем заканчивать, тем более, что уже три с половиной часа он идет, как-то надо уже закругляться. Все, заканчиваем. Ну, так, благодарю тебя. Прапорщик, остановите паровоз, паровоз, стой, раз-два, ты вот чего, ты людям, как у нас заключение, есть, пожелаешь что-то доброе, вечное, ну, как положено. я, естественно, что у каждого из нас живет, так сказать, это самое, что ничего не будет, все, ничего не будет, все будет хорошо и так далее, и так далее, то есть вера, так сказать, в светлое будущее, но верующий в светлое будущее всегда старается, переходя улицу, посмотреть налево, а потом направо. Я, я не хотел ни запугать ничего, я просто сказал, вот есть такая вещь, она, все это написано, все это известно, все это было уже, эти все катаклизмы, все, сколько раз людей смывало просто с земли, ну, все возрождается, так что, ничего плохого не будет, человек до того, выживающий вид, что выживет и тут, если это случится, я говорю, что, ну, во всяком случае, если это случится, мы-то не увидим, я лично не увижу, будет или не будет, но я должен, если я знаю, я должен сказать, ну, понятно, я даже сказал, что в Тель-Аскель, там золото, хотя оно и называет золотое озеро, что-то там, Алтын-Коль, даже, даже, даже так, это когда начали двигаться татары сибирские, то есть русские наполовину, ассимилированные с этими, они начали двигаться через Челябинск, ну, мимо, через Челябинск, а там уже был военный поход, там, это не, это где-то девятый век примерно, может быть, восьмой, когда они там ставили, это очень серьезно, они же вот это пространство между Волгой и Уралом все заселили, почему у нас, мы между Доном и Днепром, русские начали свой вход в славянские земли, но не подходили к Волге, они потому что знали, что там, если славяне с чекаются с этими самыми вот статарами, ну, полурусскими, потому что те ждали, кто победит и кого можно, ну, понятно, там, я это все описываю в книге, вот, они не подходили к Волге русскому. Ну, ясно, ясно, мы сейчас начинаем тему следующего эфира, давай-ка не будем ее начинать, потому что если начнешь, то потом надо будет продолжать, а продолжать это, значит, до следующего эфира, еще тут у нас несколько часов есть. Хорошо, значит, возвращаемся к пожеланиям, ты желаешь чего всем людям? Я желаю всего каждый день солнечного утра, и не это самое, не грейте голову, вот, и все, больше ничего, я, в конце концов, я могу сказать, да понадейтесь на нашего морского царя, он, мы же его эти самые далекие потомки, кто же не думает о своих внуках и правнуках, вот таким вот образом. Ну что ж, благодарю тебя за участие в эфире, нашим радиослушателям напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 17 мая 2016 года вторник, по одному из старинных 36-го день месяца спасибо на речение 7524-го лета тоже вторник, мы говорили про древние артефакты планеты, Дегтярев Владимир Николаевич, главный соведущий, эфир у нас получился довольно занятный, довольно интересный, незанудливый, как-то все легко прошло, хотя уже 3,5 часа, и, в общем-то, беседа наша удалась, на мой взгляд, тем более, что нас поддержали, очень активно поддержали радиослушатели из чата, так сказать, в укреплении в чатовском сидели и выстреливали оттуда интересными вопросами и репликами, друг с другом очень активно общались, мне очень понравилась эта беседа. Друзья, вам понравилось? Если понравилось, напишите да, если не понравилось, напишите нет. Вот пишут, благодарю ведущих за веселый эфир, было очень задорно. Да. Понимаешь? Вот это вот самая мне большая награда, честное слово. Как в следующий раз пусть напишут, спросят, где золото, я им скажу. Понятно. Ярослав пишет. Всем спасибо за эфир. Властелин колец отдыхает. Михаил, благодарю за эфир. Очень все по-доброму. Виктор, еще хочу. Варк, веселый эфир получился. Станислав, всем добра. Благодарю всех за эфир. Четлани, соведущего, любят... Ой, это про тебя? А, это про тебя, да. Тебя любят. Так, дальше. С ним весело. Это точно про тебя. Ну вот, ну что ж, Алексей, благодарю за эфир. Беседа удалась. Удовольствие несказанное. Написала Светлана. Что ж, я уже даты назвал. Не буду повторяться. Всем я желаю одного. Друзья мои, иногда в этом мире первые слова, произносимые кем-то, нам кажутся невероятными. Вторые слова иногда начинают настораживать. А третьи иногда начинают выводить из себя. Но это происходит с теми людьми, которые живут в некой сложившейся парадигме и считают, что вот их жизнь, она настолько уникальна, что ничего кроме этой жизни вокруг не происходит. Никогда не было каких-то других миров, никогда не было других воплощений, никогда не было других времен. И здесь вот все так, как вот оно сейчас есть. Вот эта вот беда, детская беда, как я ее называю, когда ребеночек, например, вот он видит зиму, и он в этой зиме живет. Вот на санках его мама катает с папой, вот ему весело, снежочки он там бросает, снежную бабу лепит, снеговику там, морковку куда-нибудь втыкает, и поэтому определяет, снеговик это или снежная баба. Вот. И вот так вот существует. Ему кажется, что зима была, всегда и будет всегда. Но взрослый человек прекрасно понимает, что зима – это всего лишь на все время года, которая вот была, ну, проходит, наступает весна, потом лето, потом осень, потом возвращается зима. Вот проблемы детскости вот такой страдают многие ученые, которые, не думая о том, что часто на земле что-то менялось, исходят из сегодняшней ситуации и говорят, что вот всегда было так. Кто-то говорит, что никогда не было древних миров, кто-то говорит, что никогда славян не было, там, русских никогда не было и так далее. Ну, эти песни мы уже слушали, что всегда были тупые, там, примитивные люди, которые здесь жили, кто-то пришел их спасать, принес им какие-то благие вести, еще чего-то, и вот теперь, наконец-то, мы чуть-чуть, чуть-чуть, еле-еле поднялись до цивилизации. Современный. А что эта гнищая цивилизация где-то там занимается непонятно чем и держится на каких-то маленьких кусочках, раздробленных, на огромнейших территориях, и это не говорит только о варварстве, когда друг друга там дубинками по голове бьют, это говорит о том, что если огромная территория, то необходимо как-то связываться с друг с другом, то есть должна быть инфраструктура связи, управления, определения и так далее. Вот об этом как-то не думают ученые. Ну, наверное, не по рангу их думать, наверное, не платят им за то, чтобы они думали, или наоборот платят, чтобы они не думали. Вот давайте не будем уподобляться вот этим вот горе-ученым, не будем уподобляться маленьким детям, а будем брать на вооружение все, что здесь в наших эфирах звучит, даже если вам это кажется абстрактным, или если это кажется вам абсурдным, или если кажется нереальным. Просто берите на вооружение, складывайте, складывайте вот в копилочку. Знание такая штука, что они карман не тянут, они не жмут. Это не лишний зуб, который вырастает не на том месте. Всегда пригодится. Вот на этой позитивной ноте я напоминаю, что с вами было Народное славянское радио, Дегтярев Владимир Николаевич, и ваш, надеюсь, уже хороший, добрый друг. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!